Глава седьмая. Моё художество. В семейных преданиях хранилась память о том, как я, будучи 18 месяцев от роду, получив карандаш в руки, сразу схватил его надлежащим образом, то есть сложил на нем пальцы именно так, как это считалось правильным. Правильность такого держания карандаша, разумеется, относительная. В Азии, например, существуют совершенно разные взгляды на то, как надо держать то, чем рисуют или пишут. В данном случае, однако, для людей, занятых вопросами наследственности, интересно то, что бессознательный ребенок мог схватить пальцами карандаш именно так, как то привыкли делать отец и дед. В этом факте все увидели чуть ли не какое-то предзнаменование того, что я буду художником. Думаю, что я и действительно награжден наследственным предрасположением к искусству, а художественная атмосфера нашего дома и то, что почти все вокруг меня занимались разными видами художественного творчества, в частности же, папочка охотнее всех занимал меня рисованием, когда мне еще и году не было, Все это явилось настоящей школой чуть ли не с пеленок. К сожалению, и очень ранние пробы мои в искусстве были до известной степени отравлены рано проснувшимся тщеславным чувством. Чуть только стало во мне просыпаться некоторое сознание того, что я делаю, как я уже перестал рисовать просто для себя, в удовлетворении каких-то потребностей изображать, а стал добиваться в своих рисунках успеха, надлежало поразить и вызвать то восхищение и те хвалы, которые я вкушал с особенным наслаждением. Отсюда и забота о поражающих сюжетах, отсюда и утрата непосредственности даже и в очень раннем моем рисовании. Между тем, как раз непосредственность составляет вообще главную прелесть детских рисунков. Не надо все же думать, что я рисовал только на показ. Большинство и тогдашних моих рисунков создано для собственной утехи. Но часто, особенно в присутствии посторонних, в присутствии гостей, желавших своими восторгами оказать приятность моим родителям, я в рисовании щеголял. Известное щеголяние своим даром оставило некоторые следы и на моем дальнейшем художественном развитии. Надлежало пройти многим годам, пока я сам не понял нелепость такого тщеславия, мешавшего мне делать то, что могло бы иметь действительную ценность и могло бы первым долгом давать удовлетворение мне самому. Между тем, живой пример того, как надо относиться к делу, был у меня перед глазами, в лице папы. Я очень любил разглядывать его путевые альбомы, в которые он с такой точностью, с таким мастерством и с таким вкусом зарисовывал все, что его поражало. И я дрожал от наслаждения, когда он, заканчивая какой-либо свой архитектурный проект, оживлял его для собственной забавы бесчисленными малюсенькими фигурками. Я наслаждался всем этим, но делать так, как он, вернее, приступать к делу так, как он, я не догадывался. Да к тому же, при всем моем наслаждении его рисованием, а также акварелями моих двух братьев, я, пятилетнее ничтожество, на них смотрел чуть свысока. Да, ведь я уже трех лет был объявлен Рафаэлем и собирался со временем поразить мир своим искусством. Упомянул я здесь имя великого Санти вовсе не в качестве риторического приема, а потому что имя Рафаэля было как раз первым из всех имен художников, которые я запомнил. Запало же оно мне в душу благодаря тому впечатлению, которое производили на меня его ватиканские композиции, красовавшиеся в копиях в Академии художеств, исполненных в оригинальную величину лучшими русскими художниками — Брюлловым, Бруни, Басином, Бориспольцем и другими. Попадая в Рафаэлевский зал в Академии, я цепенел в любовании этими огромными картинами, известными под названием «Больсанская месса», «Афинская школа», «Изгнание Гелиодора» и «Освобождение святого Петра из темницы». Сюжеты мне объяснял папочка в очень ясных выражениях, но не в сюжетах было дело, а в красоте. Да, тот трехлетний или четырехлетний карапуз, каким я был тогда, уже млел перед красотой этих произведений. И одновременно с этим во мне тогда же просыпалась склонность к священному негодованию, которое вспыхивало во мне каждый раз, когда я видел в других равнодушиях к этим так особенно меня волновавшим и столь изумительно красивым вещам. Особенно в композициях Рафаэля я был пленен коленопреклоненными фигурами на Больсане. Красивее того повернутого в профиль швейцарского офицера, который стоит в нижнем правом углу, я ничего не мог себе представить, а ведь красота этой фигуры заключается не в чертах лица и не в великолепии его одежды, а в чем-то совершенно ином, что только и можно почувствовать, и что есть красота. Впрочем, для удовлетворения моей страсти к Рафаэлю мне не нужно было непременно находиться в академических залах. Я мог предаваться ей и дома. Как раз в эти годы выходило в Италии издание в гравюрах крупного формата всех фресок ватиканских станцев и стенных ковров, тканных по картинам Рафаэля. Папа получал это издание выпусками, доставлялись же они курьезнейшим маленьким, седеньким и лысым старичком, занимавшимся всякого рода комиссионерством. Он же привозил нам настоящие итальянские макароны, вино к янте в соломенных бутылках и превосходные апельсины. За все это я его нежно любил, но к стыду своему. Как звали этого скромного ласкового сеньора, которого папочка встречал всегда с изъявлением дружбы, мамочка же несколько сдержаннее, ибо она не слишком поощряла всякие папашины художественные безумства, я не запомнил. Мне это тем более совестно, что специально мне старичок приносил особенно диковинные подарки. То были сделанные из папье-маше подобия грецких орехов, которые внутри, в обеих половинках, содержали по целой, тончайшим образом, выпиленные из кости капелли с алтарем, свечами, цветами и херувимами. Какая это была прелесть! Закроешь орех как орех, а вскроешь — там целый тончайший ажурно-узорчатый мир. Эти чудеса, изготовлявшиеся в каком-то итальянском монастыре, к сожалению, попадая ко мне, погибали очень быстро. Я не в состоянии был устоять перед соблазном залезть пальцами в хрупкую их внутренность. Хотелось изведать, что еще находится позади алтаря и почему так горят выложенные красной фольгой окна. Разумеется, после такого вторжения грубой силы ничего, кроме бесформенного лома, не оставалось. Каждый новый выпуск гравюр Рафаэля, их появлялось по два или по три в год, а закончилось издание, кажется, около 1880 года, рассматривался всей семьей. С папиного стола снималось все лишнее, покрывавшая его клеенка тщательно вытиралась, и на нее с особой подчеркнутой торжественностью клались новые листы, из которых каждый был прикрыт прозрачной бумагой. Когда же все гравюры последней присылки были осмотрены, папочка их складывал в склеенную им самим большущую папку, и там в сохранности гравюры и покоились. До этой рафаэлевской папки никто без разрешения папы не смел дотронуться, и лишь в исключительных случаях рафаэлевская папка клалась на стол, развязывалась, вскрывалась, и тогда можно было лицезреть все, что в ней накопилось. В этой же папке хранились большие гравюры с пейзажей Пуссена, гравюра с грезовского счастливого семейства и кое-что еще. Рядом с нами, с выходом на ту же площадку парадной лестницы, жили старинные друзья семьи Бенуа Свичинские, почтенная старушка с сыном Николаем Кирилловичем, благодушнейшим, стареющим холостяком, над которым у нас полагалось немного подтрунивать, и для которого неустанно, но тщетно наши дамы подыскивали невесту. Меня туда иногда водили, и там были всякие для меня приманки. Курильница в виде черта, у которого зажигалась и до красна накалялась голова, серый с красным, злой и надменный попугай, и, наконец, девочка, внучка бабушки Свичинской, Алечка Лепенау, которой у меня была известная слабость. В столовой же у Свичинских стены были сплошь увешаны, опять-таки, Рафаэлями. Гравюры эти были старинные и, вероятно, более ценные, нежели те новейшие, которые получал отец из Италии. Но, разумеется, этого я не понимал, а из какого-то чувства фамильного гонора я гравюры у Свичинских презирал. Они мне казались совсем не похожими на то, что я видел в Академии и у нас дома. Сколько раз добрый Свичинский, зная мою любовь ко всякого рода изображениям, пытался обратить мое внимание и на эти картинки. Я глядеть на них не хотел, причем бесцеремонно заявлял, что наши лучше. В конце концов, я так освоился с Рафаэлем, а, с другой стороны, я до такой степени был уверен, что я сам Рафаэль, что однажды пожелал это доказать неоспоримым образом. Копировка была у нас обычным занятием. Копировали обе мои сестры. А Катя даже до того успела в этом, что копировала на заказ в Кушалевской галереи, только что тогда устроенной, картины разных сладковатых художников середины XIX века. Иногда же она решалась пробовать свои силы и на передаче картин более трудных. Знаменитая в те дни «Украинская ночь» Куинджи, это было, когда Катя была уже замужем, прогостила у Лансере года два. Не то потому, что собственник ночи пожелал иметь дубликат, не то потому, что сама Катя пожелала поучиться на таком образце. Копировал всяких художников, в том числе Гильдебранта и Калама, и Альбер, дабы преуспеть в акварели. Копировал Леонтий. И последний делал это очень свободно и искусно, внося в копию свои собственные усовершенствования. Почему же было и мне не скопировать Рафаэля? Я и не сомневался в том, что срисую все точка в точку. Увы, совсем иначе мне представилось дело, когда папа по моей просьбе вынул из лиловой папки гравюру с больсинской мессы и, нашпилив ее на большую доску, укрепил последнюю на больберте, меня же посадил перед ней на табурете. Мне было тогда пять лет. И уже далеко было то время, когда, рисуя кружочки, под ними две палочки и рот штыка рядом, я воображал, что изображаю солдатиков. Далек был и период, когда кружочки оживились глазами, носами, ноги я стал приставлять не прямо к голове, а к туловищу, на котором непременно изображались пуговицы, штыки же вкладывались в руки, более похожие на грабли. Затем все это еще более ожило, стало входить в контакт друг с другом, появились лошади, или то, что мне казалось таковыми, взрывы бомб, пушки, выстреливавшие целые охапки пуль, а все в целом должно было изображать баталии. Под влиянием иши появились на моих рисунках и рыцари, в касках, с забралами, с мечами и пиками в руках, на конях, в попонах, что, кстати сказать, было и эффектнее, и легче нарисовать. Однажды я даже попробовал сделать портрет папы. Его портрет как раз тогда писала Катя. Но меня смутило, что у меня это не совсем вышло. Лишь то, что на щеках были бакенбарды, а глаза, прикрыты очками, действительно создало известное подобие, от которого все домашние, как полагалось, пришли в восторг. К словам, за мной был уже пройденный путь. И вечно захваливаемый я действительно мог вообразить, что я — Рафаэль. И тут-то меня и ожидало первое прискорбнейшее разочарование. Еще куда ни шло, я довольно точно передал полукруг, замыкающий сверху композицию, и тот квадрат окна, что в него включен снизу. Но когда дело дошло до первой же фигуры, то и получилась осечка. Через несколько минут рисования я совершенно размяк и ужасно устал, пот выступил на лбу, и, вероятно, я сделался весь красный. Действовали и досада, что у меня ничего не выходит, стыд, и даже рот какой-то обиды на Рафаэля, почему он мне не дается. Однако, пожалуй, тогдашняя досада послужила мне на пользу. В первый раз я понял, как это трудно. В первый раз я почувствовал, кроме простого восторга перед картиной и какое-то почтительное изумление. К сожалению, моим разочарованием, как мне теперь кажется, не сумели тогда воспользоваться. Правда, папа собственноручно и с необычайной аккуратностью склеил для меня из Бристоля целую серию геометрических, частью очень сложных фигур, и попробовал меня пристрастить к срисовыванию их, показав на бумаге, как это делается. Тогдашний рисунок папы я храню. Но, попробовав раза два собственные силы на таком срисовывании, я почувствовал только непреодолимое отвращение к нему, и фигуры были сложены в ящик моего рабочего стола. Пролежав в нем лет шесть, они расклеились. Братья Альбер и Люля, видя мои рисовальные импровизации, говаривали, рисуй шурк с натуры, надо с натуры рисовать. И оба подкрепляли свои воззвания собственным примером, причем опять-таки Альбер старался передавать натуру точно, а Леонтий скорее фантазировал на реальные темы. Но эти понукания только меня раздражали, так как я ничего хорошего в натуре тогда не усматривал, и меня гораздо сильнее тянуло рисовать солдатиков и рыцарей. Наслаждаясь безотчетной природой, как только может наслаждаться совсем юное существо, я не чувствовал потребности каким-либо способом эту природу передать. Память моя регистрировала немало таких вещей, которые достойны были попасть на бумагу или быть изображенными в красках. Но это самое их достоинство я не осознавал. Как раз помянутая украинская ночь Куинджи приоткрыла мне поэтическое достоинство пейзажа. Вглядываясь в эту картину, особенно в бездонное темное небо, в мерцание огоньков в хате, белые стены, которые так чудесно светились в фосфорических лучах, я ощущал поэзию всего этого целого, а также почувствовал прелесть передачи ее. Но в те годы я не решился бы попробовать сделать нечто подобное. И поняв после ряда осечек, до чего вообще все это трудно, я предпочитал со все меньшей уверенностью в успехе рисовать от себя всякую всячину, то импровизируя на бумаге разные комические истории, отголоски моего восторга от Буша и Оберлендера, то пробуя силы на более внушительных композициях исторического характера. Колоссальное впечатление, произведенное на меня Библией Шнорра, о чем я расскажу в своем месте, побудило меня изображать события Священного Писания. И одну такую мою тетрадочку, посвященную дням творения мира, бережно хранила до смерти директриса моего киндергартена Вертер. Чтение и особенно разглядывание иллюстрации какой-то истории Франции для детского возраста познакомило меня с условными, но тем более пленительными для детского воображения фигурами Франциска I, Генриха IV и Людовика XIV, в результате чего в довольно большом формате я пробовал представить своего рода синтетические их портреты, которые я дарил отцу на елку или на рождение. При этом действовали и оперные сувениры. Так все мои герои получали неизменно бородку-эспаньолку, принадлежность тогдашних теноров, и кружево по низу панталон. Что же касается до уроков рисования, проходивших в киндергартене под руководством симпатичнейшего, мягкого и тусклого художника Лемаха, то это, разумеется, было совершенно непроизводительной и скучной тратой времени. Едва ли не важнейшую роль для дальнейшего моего художественного развития сыграла моя страсть к театру. Я еще вернусь к своим детским театрикам, и в частности к тому, который мне устроил папа. Но и тут необходимо отметить, что то самое, что в отверстии сцены и при свете крошечных керосиновых ламп, стоявших в кулисах, и эти специально для меня написанные и вырезанные папины акварели вдруг приобретали полное правдоподобие, побудило и меня испробовать свои силы в этом роде. И, вероятно, от того, что я был движим каким-то особенным воодушевлением, эти мои опыты удавались лучше, по тогдашней моей оценке, а удача подзадоривала на дальнейшее. Запомнилась мне из тех моих первых театральных опытов размашисто, в бурых красках писанная декорация, изображавшая какой-то ученый кабинет с крокодилом, подвешенным к потолку, а также дремучий лес, в котором мне нравилась гамма зеленого с коричневым. К театральному театральному же роду можно было бы отнести и другую мою тогдашнюю гордость, род театральной макетки, изображавшей европейцев, вступивших в бой с зулусами. Как раз в Африке тогда погиб принц империаль. Речь идет о сыне Наполеона Третьего, принце Евгении, прозванном принц Лулу. Он погиб в 1879 году в Африке, приняв участие в войне англичан с зулусами. Это был ряд нарисованных пером и раскрашенных, а затем тщательно вырезанных фигурок, которые, окруженные такими же кустами и пальмами, были приклеены на картон, изображавшей поросшую травой землю. Мне казалось, что на сей раз мне не только удалось выразить стремительность движений, а также ярость и ужас на лицах сражающихся, но что мне особенно удались краски, гармония их, получившаяся от прозрачных колеров, положенных поверх очерка, залитого тушью. Но вот с начала восьмидесятых годов я все реже и реже берусь за карандаши и за краски. Исключительно за акварельные масляные у нас в доме вообще после отбытия сестры Кати не водились. Однако эти годы не прошли даром для моего художественного развития. Напротив, именно за этот период я постепенно, сам того не зная, начал становиться своего рода любителем искусства. запомнились мне несколько этапов в этом приобретении более осмысленного отношения к искусству. Рафаэль продолжал доминировать над всем. Но Рафаэль был чем-то совершенно исключительным. Я в нем видел божество и принимал я его всего, не дерзая выяснить себе, чем именно он так хорош. Другие же художники приводили меня в восторг более определенными сторонами своего творчества, кто ловкостью и бойкостью штриха, кто сочностью святотени, а кто композицией. Например, иллюстрации Невилля книги Жюля Верна «80 тысяч верст под водой» или иллюстрации Доре к басням Ла Фонтена. Постепенно стали на меня действовать краски, независимо от того, что изображено, действовать как в положительном, так и в отрицательном смысле. На какой-то выставке в Академии я пришел в восторг от балаганов и от перенесения ковра Маковского. В Кушелевской галерее меня восхищали картины разных немцев, французов, бельгийцев середины XIX века. Собрание картин, пожертвованных Кушелевым Безбородко Академии художеств. С 1920 года почти все картины этой превосходной коллекции находятся в музее Эрмитажа. Другие картины меня трогали и даже потрясали своими сюжетами. Я уже говорил про свой восторг от картины Делароша Кромвель перед гробом Карла, перед которой я буквально столбенел. Часами был я способен вглядываться и в помянутую украинскую ночь Куинджи. Больше же всего пока в гравюрах, ибо в Эрмитаже я в те времена до 1883 года не бывал, я восхищался последним днем Помпеи Брюллова. И мне прямо казалось невероятным, что папа когда-то мог лично знать такого совершенно божественного гения. Брюллов для меня был почти Рафаэль. Наконец, в 1882 году Леонтий, вернувшись из заграничного путешествия, навез с собой массу фотографий, и впервые меня тогда взволновали грустные взгляды, хрупкие фигуры и неловко стыдливые жесты Сандро Боттичелли. И одновременно меня покорил Микеланджело, о котором, впрочем, я уже имел некоторые понятия. В своем месте, где я говорю по поводу своих игрушек, что был пленен лилипутским началом, я упустил сказать, что в равной степени я был пленен и всякой колоссальностью. Во сне я часто видел, что подхожу к подножью какой-либо чудовищно громадной бронзовой статуи, или что такая статуя сдвигается, протягивает ко мне свои страшные металлические руки. В Академии художеств я боялся, но чувство это было сладостное, подходить к стоящему в глубине Тициановского зала Диоскуру, слепок с одного из гигантов, стоящих на Монте-Кавалло в Риме. Я мечтал увидеть на самом деле колоссы Мемнона, или святого Карла Буромейского, а среди похождений Гулливера меня одинаково пленяло как его пребывание у лилипутов, так и его пребывание у Бробдингнегов. И вот на одной гравюрке в живописном обозрении фигура Ионы под потолком Сикстинской капеллы. Чудилось мне чем-то сверхъестественно ужасающим. Даже в таком виде Буонаротти действовал своей тереблита. И этой-то его ужасностью я мог теперь вдоволь упиваться на фотографиях, привезенных Леонтием с рисунков мастера и со статуй гробницы Медичисов. Вообще я теперь все чаще и чаще вытаскивал книги с нижних полок папиного желтого шкафа и я все внимательнее к ним присматривался. Из них я узнавал о существовании и о значении первоклассных архитектурных памятников. Из них познакомился с историей костюма. Из них заинтересовался всякими предметами культурно- исторического значения. Из них же узнал, как выглядели и разные знаменитые люди, музыканты, писатели, философы. В особенности же впивался я глазами в те картинки, которые довольно удовлетворительно передавали превосходные произведения изобразительных искусств, живописи и скульптуры. Тот же брат Леонтий подарил мне в 1883 году популярную историю искусств Рене Менаро, которую я тогда довольно основательно изучил. Одновременно с живописным журналом и историей искусств я напитывался художественными впечатлениями и познаниями из журнала «Пчела», а также из нескольких томов «Иллюстрацион», в которых я особенно наслаждался карикатурами Берталя, Кама, Марселена и Дики Дойля. Ряд композиций Доре содержал и выходивший во время крымской кампании «Le Мюзи Францесс Э Англес». Отдельно я должен поставить серию книжек, унаследованных папочкой от своего отца и носящую собирательные названия «Анналы музея». Эта коллекция из более чем сорока переплетенных в светло-розовый картон книг занимала три четверти верхней полки большого папиного красного шкафа. И для того, чтобы достать один из этих томов, надлежало мне, десятилетнему мальчику, не только влезть на стул, но еще вытянуть до предельной возможности руку. С десяти лет я эти анналы музея стал изучать со все возрастающим интересом. Они состоят почти из одних только иллюстраций с короткими пояснительными текстами. Картинки воспроизводят картины из статуи Лувра, того Лувра, в котором рядом с основной коллекцией фигурировали и все художественные трофеи Наполеона, а также особенно замечательные произведения парижских салонов начала века. Все это составлено в самом произвольном порядке. Мифология чередуется с библейскими сюжетами, жанровые сценки с глубокомысленными аллегориями. То, что в анналах музея гравюры исполнены одним штрихом при отсутствии всякого оттенения, не вредило моему наслаждению, тем более, что к такому способу передавать образы я уже привык и достаточно его полюбил благодаря душеньке. Теперь же мне кажется, что именно эта отвлеченность в передаче прекраснейших произведений искусства учила меня без того, чтобы я сознавал, что учусь, тому, что в сущности является основой всякого изобразительного искусства, тому, что называется рисунком и что вмещает в себе и композицию, и ритм, и большую или меньшую правильность. Стал я заглядывать и в небольшие текстики, сопровождающие в анналах каждую гравюру. В этих заметках я находил рядом с умеренными критиками и указания на колорит, на светотень. Из этих текстов я узнавал кое-какие данные из жизни авторов картин и скульптур. Анналы музея рядом с живописным журналом были моими первыми художественными руководствами, причем главным образом благодаря анналам я познакомился с чем-то вроде конспекта истории искусства. Значительная часть гравюры каналов воспроизводит и картины эпохи наполеоновской эпопеи. И отсюда получилось, что я, сын конца девятнадцатого века, превратился тогда в какого-то восторженного приверженца классической школы конца восемнадцатого века. Этому же я обязан и тем, что сохранил на всю жизнь известную нежность классицизму. Ту самую роль, которую в настоящее время для начинающей жизнь художественной молодежи играет французская школа импрессионистов, если не всякие гримасы упадочного модернизма, эту роль для двенадцатилетнего Шуры Бенуа сыграли строгие, благородные, полные убежденности произведения Давида, Жерара, Жероде, Гро и в особенности Прюдона. Почти все, что мной до сих пор названо из художественных произведений, которыми я увлекался в дни детства, относится к чужестранному и к тому же старинному и отжившему. Однако, кроме того, видел я и тогда уже немало образцов современного искусства, главным образом на больших выставках в Академии художеств, на которые меня ежегодно водили весной то папа, то мама, то один из братьев. Там я наслаждался уже не черными уменьшенными воспроизведениями, а оригиналами в красках. Там я мог оценивать манеру, ловкость, бойкость кисти, приятный колорит или напротив меня возмущала робость, беспомощность, уродливое сочетание красок. Свои личные оценки я затем мог проверять на основании общих споров во время семейных сборищ, причем в те дни я обыкновенно в душе вполне соглашался с мнением отца. Особенное впечатление произвела на меня та сборная выставка, которая была устроена в 1882 году, также в Академии художеств, на которую попали разные знаменитые картины русских мастеров последнего времени, предназначавшиеся затем для большой выставки в Москве. Имеется в виду шестая выставка картин общества выставок художественных произведений, устав утвержден в 1875 году, с 1876 года устраивавшего периодические выставки в залах Академии художеств. Тут я увидел шедевры Репина, бурлаки и проводы новобранца. Тут же увидал исторические картины Якоби и Венига, лесные пейзажи Шишкина и всевозможные моря Айвазовского, общий восторг от которых я вполне тогда разделял. Кроме того, на меня около того же времени произвели потрясающее впечатление исполинское полотно Светоча Нерона Семирадского и несколько картин Верещагина на тех отдельных выставках, которые гремевший на весь свет художник устраивал то в обществе поощрения художеств то в частных помещениях. Стечение публики на выставке Верещагина было таково, что приходилось на улице ждать очереди и очень медленно продвигаться затем среди густой толпы. Но эти страдания были вознаграждаемы тем, что показывалось при ослепительном только что тогда изобретенном электрическом освещении. В лучах волшебного света и выезд принца Уэльского в Индии и панихида священник служит над полем покрытым голыми трупами солдат приобретали удивительную иллюзорность. Бывал я как раз на этих выставках Верещагина в виде исключения с мамой, вообще к искусству относившееся довольно равнодушно. Тут же и она не смогла устоять перед соблазном увидать вещи, о которых говорил весь город. Впрочем, не одно желание быть в курсе всего замечательного притягивало ее, но и ее глубокий интерес к правде. Это сказывалось и во время споров за семейным столом, когда она, вообще в них не вмешивавшаяся, робко, но не без настойчивости, защищала Верещагина от нападок наших заправских эстетов. Что за беда была в том, что Верещагин в своих выступлениях прибегал к некоторым шарлатанским трюкам? Самый его способ показывать вещи в темных помещениях под прожекторами вызывал обвинения в шарлатанстве. Велика ли беда, что он, Верещагин, часто бывал бестактным? В бестактности его обвиняли наши домашние политиканы и вояки с зозор с Соловским во главе. Велика ли беда, что он представил взятие плевны как спектакль, устроенный в угоду царю? А в картине такой молодой а уже отличившейся он обличал кумовство и протекционизм военных кругов. Имеется в виду полотно подплевной 1878-1879 годы Государственная Третьяковская галерея и картина позднее получившая название Адъютант 1878-1879 Местонахождение неизвестно Все это была правда но мама была непоколебимо убеждена что только правда хороша. Этот стих она очень часто цитировала. Из разных других художественных событий того времени могу еще указать но скорее как на курьез на гастрольные выставки новейших произведений немецких архизнаменитостей того времени Маккарта и Макса. Трудно себе представить какую сенсацию производили все эти показы обыкновенно устраивавшиеся в только что отделанном новом помещении общества поощрения художеств на Большой Морской. Успех этот свидетельствовал о том в каких глубинах провинциализма утопала тогда художественная жизнь Петербурга. Не только широкая публика ничего не знала о подлинном художественном творчестве на Западе но не ведали о нем сами художники даже передовые мастера даже передвижники и их трибун Стасов принимали всерьез вещи едва возвышающиеся над уровнем ординарной посредственности только провинциализмом можно себе объяснить что такие картины как Штиль Сутковского Невский проспект Клевера Последние лучи Куинджи или Голова спасителя Габриэля Макса могли вызывать яростные обвинения и бешеные восторги Картины Куинджи и Клевера казались до того иллюзорными что на выставках происходили настоящие скандалы Посетители залезали через перегородку эти картины тоже выставлялись при искусственном свете дабы заглянуть за полотно и удостовериться нет ли под этим чудом какого-либо фокуса не освещаются ли картины транспарантом сзади иные же тыкали пальцем в полотно гладили его искали каких-либо трюков и таких дерзателей приходилось при помощи полиции выводить насильно что же касается помянутой картины Габриэля Макса изображающей голову Христа более натуральной величины на платье святой Вероники то перед ней происходили даже настоящие сцены кликушества Согласно одной из средневековых легенд распространенных в западнохристианском мире Вероника подала Иисусу Христу во время его шествия на Голгофу платок на котором отпечатались черты его страдающего лица легенда легла в основу одного из сюжетов христианской иконографии Истерические дамы вдруг начинали голосить он смотрит он смотрит и падали в обморок Трюк же Макса заключался в том что на опущенных веках спасителя были едва обозначены полутенями зрачки Сначала казалось что глаза у Христа закрыты если же долго в них всматриваться то чудилось будто они открылись и не то с упреком не то с каким-то призывом взирают на вас В зале где была выставлена эта картина царило поистине молитвенное настроение перед ней в несколько рядов стояли стулья и на них часами восседали в глубоком молчании дамы и господа ожидавшие момента когда глаза спасителя откроются для них посетил с кем-то из наших домашних и я раза три эту выставку мне не нравилась картина я сразу раскусил в чем дело и пап тоже неодобрительно отзывался о ней но меня манила вся атмосфера создавшаяся славой ее чудотворности впрочем Макс ныне забытый даже у себя на родине был тогда до того знаменит что и другие его картины гастролировавшие в Петербурге вызывали почти столько же толков как и голова Христа так очень поразила петербуржцев картина художественной критики на которой были изображены по примеру француза Декана обезьяны усевшиеся перед картиной и ее обсуждающие а также Апиева дорога изображавшая молодую нищенку в отчаянии поникшую над своим младенцем тем временем как готовые исчезнуть вдали карета последнего туриста подчеркивала ужас ее оставленности Должен добавить что в смысле живописной техники и того что называется кухней как раз эти картины Макса были очень замечательны и я получил от их фактуры несравненно большее удовлетворение нежели от той беспомощной мазни которая в значительной степени наполняла академические выставки изредка впрочем и на последней появлялись произведения первоклассных иностранных мастеров вероятно в ответ на получение имя нашего академического звания так на академических выставках я видел картины Макарта и даже самого Пилоти может показаться странным что рассказывая про то как я все более и более приобщался к искусству я до сих пор не упоминал об Эрмитаже а также о наиболее передовых выставках того времени о передвижниках но на это имеются причины Эрмитаж в более или менее сознательном состоянии я впервые обозрел 13 лет в 1883 году и об этом весьма значительном дне моей жизни я повествую в другом месте что же касается передвижников то у нашей семьи не было принято посещать их выставки так как отец и братья придерживались убеждения что искусство могло цвести только в академии художеств и вокруг нее передвижники же представлялись им чем-то вроде разрушителей устоев чуть ли не нигилистов однако и среди ближайших моих родственников был один человек который держался более передовых взглядов и стоило выставке передвижников открыться как уже на ближайшем семейном обеде возникал спор каждый раз вызванный сочувственными словами дяди Миши Ковоса о какой-либо новой картине Репина Сурикова Ярошенке Владимира Маковского или Савицкого и тогда сразу дядя Костя Ковос брат Леонти бабушка и даже неизменный друг дома сеньор Бианчи ловили мяч на лету после чего начиналась словесная баталия между теми кто на выставке не побывал да и не собирался быть и теми кто выставку посетил и готовы были вслед за дядей Мишей с честь одобряемой им картины за шедевры К таким защитникам более передового искусства принадлежали и великий забияка Зозо Рассоловский по профессии журналист а также мой кузен тогда еще учившийся в училище правоведения Сережа Зарудный Тут я забегу вперед Один из таких рьяных споров побудил наконец и меня отправиться посмотреть в чем дело и кто прав Эта экспедиция уже имела до некоторой степени оттенок бунта против семейных традиций что в последующие годы стало для меня чем-то обычным Впрочем к этому времени я уже несколько научился оценивать вещи самостоятельно и отправляясь на передвижную помещавшуюся в том году в доме Родо Конаки на Невском я уже не рисковал поддаться какому-либо совершенно случайному влиянию покинул же я выставку как пьяный до того меня поразила картина Репина не ждали до того это было не похоже на все то что у нас в доме почиталось за достойное внимание и до того это было смело просто и подлинно наконец и самая живопись и приемы поражали своей свежестью уверенностью и свободой в следующем 1885 году я стал ждать открытия очередной передвижной как наизначительнейшего в течение года события и на сей раз если впечатление от Иоанна Грозного Репина не могло сравниться с впечатлением от Неждали то все же и оно было потрясающим упомяну еще здесь о том что благодаря репинским картинам во мне проснулся интерес вообще к более серьезному современному творчеству как к русскому так и к иностранному правда не было никакой возможности познакомиться в оригиналах с действительно передовым искусством в Германии и во Франции но уже то было хорошо что я стал искать как бы удовлетворить свою любознательность и свою потребность в художественных впечатлениях по разным иностранным изданиям книгам и журналам ознакомление это не имело никакой системы и было полно весьма странных блужданий но уже достаточно было того что я все же изредка находил ту или иную подлинную жемчужину и когда находил то восторгу не было пределов в 1885 году я сподобился не только лично познакомиться с Репиным но видеть его и за дня в день за работой и слушать его речи об искусстве Илья Ефимович начал писать портрет жены Альбера Марии Карловны Судя по дате на портрете это происходило в 1884 году Портрет Марии Карловны Бенуа Эфрон находится теперь в музее Бродского в Ленинграде Происходило это на квартире брата находившейся этажом выше нашей и служившей как бы продолжением нашего обиталища Репин писал Машу играющей на рояле и метко схватил то выражение холодной вакханки с которым эта замечательно красивая женщина откинувшись назад как бы поглядывает на своих слушателей портрет уже после нескольких сеансов обещал быть чудесным но затем что-то помешало продолжению работы не то Марии Карловне просто надоело позировать не то она отправилась в какое-либо турне и портрет так и остался неоконченным Грабарь неодобрительно отзывается об этом незаконченном произведении Репина но в данном случае я с ним никак согласиться не могу судя неудаченном портрет не принадлежал бы к числу удачных репинских заметил Грабарь о портрете Бенуа Эфрон в приложениях к своей монографии Репин Москва 1937 год страница 240 но пользу я себе извлек из того что успел видеть в течение тех пяти-шести раз когда украдкой не смея шевельнуться замирая в молчаливом упоении я следил за тем как мастер пытливо всматривается в модель как он затем уверенно мешает краске на палитре и как без осечки кладет их на полотно ведь ничто так не похоже на волшебство как именно такое возникновение живого образа из-под кисти большого художника но когда я говорю о пользе для себя то я совсем не подразумеваю пользу творческую я и не пытался использовать эти уроки Репина для собственной работы в это время я вообще почти бросил рисование и лишь редко касался красок всегда акварельных других повторяю у нас в доме не было польза заключалась в том что я вообще видел как это делается как создается настоящее искусство а не тот его эрзац которым почти все вокруг меня довольствовались однако я сильно забегаю вперед и пора теперь вернуться к прерванному хронологическому порядку моего рассказа глава восьмая лето 1875 года в павловске лето 1875 года мы провели в павловске но познакомился я с павловском за несколько месяцев до нашего переезда туда на дачу и нельзя сказать чтобы это первое знакомство произвело на меня приятное впечатление напротив я сохранил об этом пребывании в павловске длившемся всего один вечер и одну ночь очень жуткое воспоминание и курьезнее всего что какая-то тень брошенная на павловск тогда когда мне не исполнилось еще пяти лет оставалось лежать на нем и впоследствии несмотря на мои частые посещения павловска на жизнь там целыми месяцами на даче несмотря наконец на все мое художественное увлечение этим чарующим местом сестра Катя вернувшись из своего свадебного путешествия поселилась на первых порах в павловске где у ее мужа был довольно большой каменный дом этот дом один из самых любопытных в павловске считается что он принадлежал знаменитому аракчееву в последний раз я его видел в 1922 году и тогда он был все еще таким же каким он был в моем детстве трехэтажный с затейливым кирпичным фасадом на красном фоне которого резко выделялись белые фигуры кариатит и другие лепные украшения он несомненно был павловского времени на том же участке принадлежавшем моему зятю стояли еще две деревянные дачи в одной из них выходившей на улицу поселились в 1875 году мои родители вместе с молодыми супругами Лансере в другой жила сестра Жени Зинаида только что вышедшая замуж за инженера Анатолия Серебрякова большой же Аракчеевский дом занимали наши знакомые Благово которые вскоре после этого приобрели этот дом со всем участком в свою собственность продолжая обожать своего маленького брата она пожелала меня получить к себе на несколько дней и как я сначала не упирался не желая уходить из-под маминого крылышка меня все же в конце концов уговорили забрали и потащили поздно вечером за город после часа езды в поезде мы на трясучих дрожках дело было к весне дотащились до места назначения от дома ничего нельзя было в темноте различить но тем ярче выделилась освещенная свечой прислуга отворившая нам дверь я сразу заподозрил нечто недоброе готовый принять эту старую крючконосую женщину за жену людоеда из сказки о мальчике с пальчике но идти на попятные было поздно затаив ужас я отдался в руки Кате она освободила меня от башлыка шубки и валенок и я очутился в обширной необычайно высокой комнате едва освещенной канделябром стоявшем среди уже накрытого обеденного стола все чем меня угощали мне не нравилось и я сразу после обеда стал проситься домой особенно после того что Женя раздраженный моими капризами раза два на меня прикрикнул но как тут было ехать ночью в Петербург меня уверили что и поездов теперь до утра не будет и я покорился Катя с трудом меня успокоила и уложила я уже стал засыпать когда меня разбудил странный шум доносившийся со двора с назойливой равномерностью что-то стучало в ночной тишине иногда эта стукотня затихала и прекращалась но затем она снова раздавалась под самыми окнами это было не менее жутко нежели появление жены людоеда и ничего подобного ни в Петербурге ни в Петергофе я еще не слышал Катя поспешила объяснить что то бьет в колотушку ночной сторож делающий обход а делает он обход дач для того чтобы отгонять воров и чтобы жители могли спать спокойно вот и мне надлежало успокоиться и заснуть не тут то было при словах отгонять воров мне сразу представилось что здесь в Павловске и в соседнем лесу этих воров кишмя кишит и они только ждут чтобы пойти на нас походом где тут одному сторожу с ними справиться все же часам к двум когда стук затих я забылся и заснул стараясь утешиться тем что утром меня поведут к настоящей крепости где стоят настоящие пушки а затем мы проедем по парку к ферме где царские дети пьют самое вкусное молоко но все вышло совсем иначе проснувшись еще до солнца я я к беспредельному своему ужасу увидал в окне две слабо выделявшиеся на фоне еле брежевшей зари фигуры на головах у них были каски сами они не двигались но очевидно они только и ожидали подходящего момента чтобы ринуться в комнату вырвавшийся у меня пронзительный виск такой виск какого я и сам еще не слыхал разбудил Женю и Катю оба бросились ко мне я же продолжал кричать не имея возможности произнести ни слова и только указывая пальцем в окно и каков же был мой стыд когда выяснилось что то что я принял за воров были две стоявшие на подоконнике большие японские вазы с их шлемообразными крышками их пузатый силуэт сквозивший через прозрачную штору имел действительно что то общее с человеческой фигурой как бы старающейся подняться на локтях тут терпению Жени Лансере наступил конец и он с первым же поездом сам отвез меня обратно к родителям а злобный тон с которым он объяснял маме столь непредвиденно скорое мое возвращение в достаточной степени говорил о том до чего пятилетний зятек ему надоел и отравил те несколько часов что был его гостем это заслуженное озлобление не помешало ему вскоре после этой авантюры вылепить с меня превосходный бюст который и был отлит из бронзы причиной тому что мои родители изменили летом того же 1875 года Петергофу в котором они до тех пор живали на даче в течение четверти века было то что в этом году папа отказался от своей службы в министерстве двора связанной с Петергофом в Павловске же ему надлежало возвести у вокзала большой деревянный театр простоявший затем без изменения целых пятьдесят лет сгорел театр уже в 1930 году мы переехали ранней весной когда деревья едва начинают покрываться светло-зеленым пушком и стоит порядочная стужа таков был обычай семьи Бенуа предпочитавшие мерзнуть и мокнуть на даче лишь бы поскорее выбраться из Петербурга подальше от его сутолоки но поселились мы не в каменном доме Лансере а на деревянной дачке довольно уютной и приятной стоявшей рядом в глубине отдельного садика Катя и Женя Лансере переехали вместе с нами на эту же дачу но им была отведена более отдаленная от улицы часть ее дабы Кате было спокойнее так как в конце лета она ожидала ребенка ожидание этого события наполнило меня торжественным любопытством особенно интересно было то что я буду тут же поблизости когда прилетит ангел и положат на постель крошечного малютку тому что детей доставляет аист я уже перестал тогда верить хотя изображение этой птицы с запеленутым младенцем в клюве было очень распространенным и как раз первое что бросилось мне в глаза в павловске когда мы ехали с вокзала был именно аист скульптурное изображение его в гербе на фасаде только что тогда построенной огромной виллы господина шторха от шторх аист немецкое слово папочка тогда же не приминул меня заверить что именно этот аист и готовится принести обещанного мне племянника однако шуточность его слов была слишком очевидной в ангелов я верил твердо не могли же обманывать картинки в священном писании столь поразившая меня отдача господина шторха и стала на первых порах главной приманкой моих прогулок по павловску туда к мосту с которого открывался вид на это подобие замка я и тянул свою бонну очень мне полюбившуюся Лину и оттуда подолгу я любовался и замком и его необычайным гербом лишь после всяких уговоров Лине удавалось меня затащить и в другие места в павловский парк и ко дворцу там приманкой для меня явился памятник Павлу Первому стоящий в центре овальной площади перед фасадом дворца в те годы принадлежавшего великому князю Константину Николаевич Эта превосходная необычайно характерная статуя является повторением той работы Витали которая с 1851 года украшает замковый двор Гатчины Оба памятника в Павловске и в Гатчине представляют собой две одинаковые отливки с одной модели Странное дело но свою притягательную силу этот монумент оказал через много много лет и на моего старшего внука Татана Черкесова когда ему было еще неполных два года к этой статуе которую он сам неизвестно почему прозвал дядей Павлом он требовал чтобы его подвозили в колясочке а подъехав он сползал на землю и тогда начиналась курьезная церемония малыш раза три обходил вокруг постамента отвешивая поклоны что-то бормоча себе под нос случай этот я предлагаю вниманию людей интересующихся особенно загадочными проявлениями атовизма нужно впрочем признать что этот памятник имеет действительно в себе помимо своих художественных достоинств и какую-то особую притягательность гордо занеся голову в огромной треугольной шляпе вычурно по балетному расставив ноги в тяжелых ботфортах отнеся в сторону правую руку которой он опирается на трость безумец государь представлен как бы присутствующим на смотру своих гренадеров меня обредившего тогда военными парадами и маршами пленило именно то что в этой статуе выражено военно-начальственного доведенного даже до карикатуры тогдашнее детское увлечение этой статуей несомненно легло в основу и тому своеобразному культу Павла который я питал затем всю жизнь ко всей романтической фигуре императора уже тогда я знал по секрету от папы что бедного царя задушили придворные что он был добрый но сумасшедший когда едучи на кирочную в гости к дяде Сезару наша карета равнялась с инженерным замком то папа указывал мне на окна той комнаты в которой это убийство произошло и то что об этом нельзя было говорить открыто что это была какая-то запретная всем известная но и всеми хранимая тайна придавала в моих глазах особый орел несчастному государю подойдя к памятнику в Павловске я принимался его разглядывать со всех сторон всматриваясь в ноздри вздернутого носа любуюсь сказочно огромными сапогами треугольной шляпой одетой на бекрень и длинной шпагой выглядывавшей из-под подстегнутых фалт курносый император комичный и страшный нелепый и рыцарски благородный изящно образованный человек и грубый солдафон неудачный вершитель судеб мира гроссмейстер иоаннитов без ореола святости образцовый паттер фамилиас в конце же жизни запутавшийся в неудачных амурных интригах почему он до сих пор так пленяет меня гроссмейстер иоаннитов мальтийский рыцарский орден орден святого иоанна основанный в иерусалиме в одиннадцатом веке в конце восемнадцатого века стал пользоваться покровительством павла первого когда после французской революции орден лишился своих владений во франции новое приорство ордена было учреждено в россии в 1797 году в 1798 году был издан манифест об установлении в пользу российского дворянства ордена святого иоанна иерусалимского и в том же году после того как остров мальта оказался занятым французскими войсками резиденция ордена была перенесена в петербург и в гатчину а павел первый избран его великим магистром в 1798 1800 годах к варенге построил при воронцовском дворце садовая улица 26 католическую капеллу и православную церковь мальтийского ордена тогда же павел первый готовил флот для освобождения мальты однако после смерти павла популярность ордена пошла на уболь и в 1817 году было официально объявлено что орден в российской империи более не существует еще удивительнее что он заинтересовывал меня пятилетнего мальчугана чем приковывает к себе тот портрет Боровиковского в котором павел несмотря на императорскую корону на далматику и порфиру на скипетр и державу выглядит каким-то шутом Гороховым или еще тот портрет Павла который с него написал тонче на котором он являет как бы самый тип нелепого неудачника и который потомки царя с полным основанием скрывали в одном из недоступных для обычных посещений кабинетов Гатчинского замка почему даже в те времена когда я еще ничего не знал о Павле кроме только того что он был сумасшедшим и что его умертвили какие-то злодеи почему именно тогда я его полюбил как мне понятна и та любовь вовсе не почтение и не страх а именно нежное и любовное чувство которое он умел внушить к себе тем кого приближал к себе Нелидовой Растопчину даже Оракчееву и еще нескольким не потому ли еще живет во мне особое чувство к Павлу что я узнал его через Павловск что я подошел к нему через поэзию этого зачарованного мира точно так же как прадеда Павла Петра Великого я полюбил через поэзию Петергофа всего в нескольких шагах от нашей дачи стояла Павловская крепость носящая шутливое название Бип и вся та крепость эта такая бессмысленная такая картонная со своими никчемными вовсе на средневековые замки непохожими башнями и с подъемным мостом с равелинами и контрескарпами с игрушечными пушками на лафетах и со статуями рыцарей в нишах у ворот носит такой же шутовской характер как ее прозвище пятилетним карапузом я чуть ли не ежедневно бывал у крепости и пользуясь тем что Лина усевшись на траве отдавалась чтению какой-либо книжки я без устали карабкался вверх по мягкой траве окопов скатывался с них или же взлезая на лафеты пушек заглядывал небезопаски в их грозные жерла крепость детская игрушка монументальных размеров но не детской ли игрушкой представлялась Павлу вверенная ему богом империя это неисчерпаемая кладовая оловянных солдатиков которых он гонял через всю Европу которых он посылал сражаться в защиту священных и грандиозных но все же им как-то по-детски понимаемых идей а невзрослым ли ребенком он проехался по той же Европе в сопровождении своей статной и добродетельной но скучноватой супруги в 1781 82 годах Павел Петрович и его супруга Мария Федоровна совершили по строго предписанному Екатериной второй маршруту путешествие по Западной Европе под именем графа и графини Северных описание их поездки в книге Шильдер император Павел I историко-биографический очерк Санкт-Петербург 1901 год не детским не детским ли гневом плохо воспитанного ребенка гневался он на тех кто не умели ему угодить кого он прямо с плац парада отправлял в Сибирь за отстегнувшуюся пуговицу не детским ли кошмаром было все его пресловутое безумие его растерянность его страх его жажда подвигов и столь неуместная несвоевременная плохо направленная справедливость обреченная жертва он всю свою недолгую жизнь сознавал эту обреченность не сознавал ли ее и потомок Павла Николай II и пытался вырваться из-под гнета этого ужаса он силился найти себя утвердить свою волю но ее то ему и не хватило ему не хватало той самой выдержки воли которой было так много у мудрой и хитроумной и ненавистной ему матери и которую унаследовал от нее сын Павла строгий Николай с неукоснительной выдержкой отбывавшей свою царскую повинность и за эту честную и жертвенную службу России навлекшей на себя презрение нескольких поколений разумеется в 1875 году меня пятилетнего такие исторические мысли не посещали напротив как и всякого другого ребенка меня в Павловске особенно манили два места розовый павильон и сетка то были сборные пункты дачные детворы хотя как раз павильон роз находился на довольно далеком расстоянии от нашего жилища и туда иначе как пешком нельзя было добраться я часто таскал туда покорную лину а по воскресеньям и самого папочку приманкой в розовом павильоне служил мне вовсе не самый тот милый помещичий домик на фасаде которого написано по-французски розовый павильон и не тот садик в котором погибало несколько чахлых розовых кустов а служили приманкой детские игральные приспособления стоящие здесь с самых дней Марии Федоровны можно было крутиться сидя на деревянных лошадках можно было катать шары на кегельбане можно было до одури качаться на разного рода качелях и тут же возвышалась катальная горка с которой скатывались на специальных салазках или же просто садясь на гладкую наклонную плоскость это скатывание было моим любимым занятием занятием которому кстати сказать я предавался и зимой у нас в зале где папа устраивал горку довольно примитивным образом кладя на высокий табурет конец покрытый клеенкой широкой доски другой конец который касался пола и сколько же занос я и мои маленькие приятели получали на самом чувствительном месте благодаря тому что мы с размаху съезжали на этот наш старинный паркет спрашивается что в таком скатывании хорошего что нам так нравилось однако нравится же людям даже совершенно взрослым летать с американских и русских гор внутри дворцов для забавы царских детей сооружались такие же но довольно высокие горы отличной столярной работы сеткой называлась другая павловская забава она была устроена поблизости с дворцом в боскете специально отведенным под морские упражнения детей великого князя генерал-адмирала русского флота Константин Николаевич состояла сетка из мачты с ее канатными лесенками и реями и из стуга натянутой под ней канатной сетки можно было без риска увечий производить всякие эволюции на реях и на лесенках так как в случае падения эта сетка вас подхватывала масса более взрослых мальчишек все одетые в матросские рубахи с утра до ночи взбегали здесь по лесенкам и проделывали под наблюдением двух всегда при сетке дежуривших матросов всякие акробатические номера мы же малыши и карапузы мальчики и девочки довольствовались тем что топтались по сетке куда мамаши няньки гувернантки или те же дежурные матросы нас подсаживали до сих пор я помню то насладительные ощущения которые испытываешь топчась позыбкой поддающейся и снова вздымающейся под ногами дырявой поверхности наслаждение это было столь огромным что когда наступал момент идти домой то раздавался рев плакали все мои сверстники но громче всех плакал я отчетливо запомнились мне и работы папочки над постройкой театра в Павловске покаюсь мне не нравилось это здание сочиненное им в каком-то как в те годы требовалось псевдо-русском стиле театр несмотря на свои четыре яруса казался снаружи не в меру расползшимся и приземистым а фасады его состояли из одних галерей на столбиках эти галереи обслуживали снаружи ложи и коридоры столбики соединялись посредством аркатур из прорезанных орнаментов и это придавало зданию какой-то беспокойный и уж очень несерьезный вид неудачно был выбран и цвет в который театр окрасили темно-коричневый скучный плохо вязавшийся с зеленью парк впрочем в своем окончательном виде театр предстал только в самом конце нашего пребывания в тот день когда я был доставлен на вокзал чтобы на поезде вернуться в Петербург во время же производства работ мне очень нравилось бывать на постройке всюду сопровождая папу лазая с ним по мосткам взбираясь по сквозным ступенькам и доскам под самое небо над сценой на портале папа поместил по примеру Мариинского театра большущие часы но самый механизм их не поспел ко дню открытия театра и циферблат на первых порах был заменен вставленным в него изображением колоссальной головы Аполлона Эту голову я помогал делать папе когда он больше для собственной забавы вздумал ее написать сам И как чудесно по всем правилам школы Давида и Шибуева он это исполнил Лист оршинной бумаги был положен на полу в гостиной нашей дачи и разграфлен бледными квадратиками на которые и наносился абрис согласно с предварительным эскизом Мне была затем поручена из чистого баловства раскраска желтым гуммигутом лучей шедших от головы Бога что я с чрезвычайной аккуратностью и удачно исполнил Какова же была моя гордость когда я увидал на месте вставленного нашего Аполлона каким он мне показался прекрасным и грандиозным Папин театр вырос в нескольких шагах от вокзала Курьезно то что это слово вокзал которое для русского уха отождествляется с понятием о станции железной дороги было впервые употреблено в России именно в применении к этой конечной станции первого в России железнодорожного пути соединявшего столицу с царским селом и Павловском тогда же в тридцатых годах при станции была устроена концертная эстрада и большой ресторан и этому увеселительному ансамблю и было в подражание лондонскому всемирно когда-то известному вокс-холл присвоено название вокзала вокс-холл село под лондоном которое начиная с 18 века было местом гуляний и увеселений сначала привилегированной публики а затем и простонародья постепенно такое наименование стало затем означать любую несколько значительную станцию вокзал являлся для постоянных взрослых обитателей павловска главным сборным пунктом своего рода клубом на открытом воздухе сюда же по вечерам отчасти для слушания музыки а более для того чтобы хорошо покушать в славившемся вокзальном ресторане приезжала масса петербуржцев которые самим павловском и его букалической красотой не интересовались вовсе была впоследствии и у меня полоса когда я сделался завсегдатаем павловских концертов перебравшихся к тому времени в специально для того построенное закрытое помещение но это мое увлечение павловским вокзалом относится к иной эпохе к моим студенческим годам тогда как в детские годы вокзал и его округа были для меня местом скорее ненавистным трудно себе представить ту скуку которую я испытывал когда Бонне удавалось меня затащить туда и я был вынужден топтаться на солнцепеке по пыльному песку дорожек или смирно сидеть на скамейке тем временем как Лина предавалась болтовне с какой-либо знакомой Бонной или гувернанткой мы и в Петербурге иногда совершали подобные посещения увеселительного сада что находился при доме Демидовых но там на открытой сцене я мог по крайней мере смотреть как клоуны или акробаты готовили свои номера Демидов сад или как его называли тогда Демидрон выходил на офицерскую в построенном на его территории театре впоследствии помещалась антреприза Неметти а позже театр Комиссаржевской но в 70-х годах Демидов сад был только увеселительным садом в котором были две открытые сцены и разные нехитрые развлечения вроде стрельбища карусели и кегельбана вход в этот сад в утренние часы был свободен для детей и нянек а здесь в Павловске среди дня приходилось слушать настраивание инструментов или же репетицию непонятной трудно усваиваемой и беспрестанно прерывавшейся дирижером симфонической музыки это было убийственно скучно но вот придя однажды с Линой на вокзальную площадку где не было и намека на тень и где вместо кустов сирени чахли в зеленых бочках тропические растения вокруг никогда не бившего фонтана мы застали здесь несравненно больше народа нежели обыкновенно бывало днем да и публика была совсем особенная нарядная щеголихи шуршали шелками своих шлейфов и защищались от солнца крошечными пестрыми зонтичками а кавалеры сосали тросточки и вскидывали в глаза монокли немало было и военных в белоснежных кителях а на эстраде там где в другие дни я видел махающего палочкой бородатого главача теперь стоял затянутый вытянувшийся в струнку заморского вида затейливо причесанный господин главач войцах иванович 1849 1911 чешский композитор и дирижер переехавший в россию в начале 70-х годов с 1881 по 1886 год он управлял ежегодными летними павловскими концертами а в сезоны 1876 и 1777 годов дирижировал на концертной эстраде в саду в озерках возможно что в 70-х годах главач выступал с отдельными концертами и на павловской эстраде он то широким взмахом правый то успокаивающим жестом обеих рук заставлял музыкантов играть как раз те вальсы от которых тогда в дикий восторг приходили большие и под которые на балах кавалеры до обморока кружили своих дам этот стройный господин был среди дня во фраке фрак в вообще надевался по всякому поводу и даже утром для визитов а его хорошенькое личико было украшено бравыми усами и обрамлено бачками то был сам Иоганн Штраус Штраус Иоганн 1825 1899 впервые приглашенный для выступлений в Павловске в 1856 году когда он еще не пользовался европейской известностью затем в течение 10 лет бессменно дирижировал концертами на Павловской эстраде возможно что в последующие годы Штраус появлялся в Павловске уже в качестве гастролера последние концерты в России в Павловске и Петербурге он дал в 1886 году божество всей Европы об Америке тогда меньше думали диктатор придворных и светских балов покоритель мириада дамских и девичьих сердец тут в это летнее утро выдался случай поглядеть на него и послушать его во время репетиции на Доровщинку за вход на вокзал ничего не взималось да еще и без тесноты и давки которая получалась вечером когда на Штрауса ожидались экстренные битком набитые поезда но какое было мне тогда дело до Штрауса разве только что я смог затем похвастать что собственными глазами видел этого знаменитого человека портреты которого были даже мне известны знаменитые же его вальсы я тогда терпеть не мог и это было даже первое во мне определенное выражение какой-то музыкальной идиосинкразии хотя я еще самого слова пошлость не знал однако пошлость я ощущал очень остро и мне именно пошловатый дух этой музыки был не понутру позже я изменил свое отношение к автору голубого Дуная так же как я изменил и отношение к авторам дочери мадам Анго и прекрасной Елены имеются в виду композиторы Лекок и Оффенбах я достаточно для того развратился но пока я еще был не испорчен я эту типичную для своего времени музыку терпеть не мог она даже вызывала во мне странные чувства похожие на тошноту видно я уже тогда не шел с веком мне например ненавистны были такие причуды моды особенно мужской как прическа а-ля куполь растопыренные ушей воротнички плоские круглые шляпы и штаны книзу раструбом в дамском наряде мне ужасно не нравились высоко взбитые на спине массы материи кружев и лент и низко свисавшие на спину шиньоны прическа а-ля куполь по имени французского певца Виктора Куполя 1839 1924 гастролировавшего в Петербурге в 70-х годах наше павловское лето 1875 года кончилось для меня довольно печально заразившись от детей дворника я заболел скарлатиной и нужно же было так случиться что болезнь обнаружилась как раз накануне того дня когда дядя Чарльз Хис пригласил меня к себе на дачу стоило дорогу перейти чтобы оказаться у него принять участие в играх его высочайших воспитанников любивших приезжать к нему и играть в его саду в солдаты для того даже была устроена палатка землянка а при палатке стояла настоящая полосатая будка со столбом для колокола в первые дни болезни я лежал в сильном жару и в довольно приятном полузабытие по временам меня вдруг схватывало желание выскочить и пройти в соседние комнаты чтобы удержать меня под одеялом мне сулили новые картинки новые игрушки и тогда мое возбуждение сменялось ожиданием этих подарков под вечер я мучительно вслушивался в шумы окружавшие дачу стараясь уловить стук колес извозчика на котором возвращался с вокзала папочка вот я слышу как хлопнула калитка по ступенькам крыльца подымаются папины знакомые шаги он уже в дверях и обращается ко мне с обычными ласкательными словами на своем специально для излияния чувств созданном тарабарском наречии меня однако вид его самого не трогает а я стараюсь разглядеть что у него в руках чаще это приводило к разочарованию у папы кроме портфеля ничего не оказывалось но в особо счастливые дни в ответ на мои плаксивые требования папины руки протягивали пакет с теми или иными сюрпризами это было для нас традиционное слово обозначение подарков и тогда всякое ощущение болезни исчезало хотя вероятно от волнения температура повышалась в значительной степени о самом течении болезни я почти ничего не помню не помню и о каких-либо определенных страданиях в памяти осталось только то как меня то и дело перекладывают из моей кроватки на большую родительскую кровать и обратно это перекладывание вызывалось необходимостью менять намокавшее от обильного пота белье мамочка при этом утешала себя что потом вся болезнь выйдет лучше я себя помню в периоде медленного поправления сидящим на просторе двуспального родительского ложа окруженным игрушками и книжками на колени мне положен большой картон и я на нем расставляю только что полученные оловянные фигурки охоты среди ажурных деревьев несутся олени зеленые охотники стреляют в них из ружей на конечности коих был представлен выстрел дым и пламя другие на конях гонятся за зайцами и кабанами а то я разглядываю только что привезенные листы мюнхенер билдербоген припотешные истории про влезающих в дом воров про пудоля каро который находит серебряный талер в брюках странствующего мастерового или про атлета который проваливается через пол прямо на нижних жильцов вечером меня окончательно укладывали к себе в кроватку красного дерева плотно запихивалось одеяло и я лежал как спеленутый но тут начиналась пытка бессонницы из соседней столовой проникал мягкий свет лампы по крыше барабанил дождь с улицы доносилась знакомая уже не тревожившая меня стукотня ночного сторожа в этот же период болезни произошло обещанное с начала лета семейное событие у Кати родился маленький Женя и до меня стал доноситься его слабый захлебывающийся крик как я рассердился на Лину за то что она меня не разбудила когда прилетел ангел с ребеночком таким образом остался неразрешенным для меня вопрос был ли то действительно ангел и как он выглядел Катю я увидал через несколько дней когда ее подруки провели мимо меня в гостиную она была в сером никогда мной раньше не виданном халате и за локоть ее поддерживала Софья Яковлевна дама иногда появлявшаяся на нашем горизонте и принадлежавшая к нашим интимным домочец Степанида странно подмигивая говорила в таких случаях это она и вас принесла что разумеется меня возмущало так как я не сомневался что меня то уже наверное принес самый распрекрасный ангел и подумаешь та же Софья Яковлевна двадцать лет спустя стояла у постели моей жены и это она принесла тогда нашу старшую дочь а сколько отпрысков семьи Бенуа она успела еще принести между этими двумя событиями к концу болезни мне чуть было не произвели операцию какое ужасно страшное слово у меня образовался огромный нарыв за левым ухом и лечивший меня в павловске доктор павлинов настаивал на том чтобы эту шишку взрезать мамочка же была врагом всякого хирургического вмешательства сопротивлялась и откладывала операцию все же день ее был назначен и в положенный час доктор явился со своими инструментами но тут меня спасла хитрость о которой я всегда вспоминаю небезызвестной гордости вроде той с которой какой-либо очень лукавый дипломат должен вспоминать об особо удачном политическом ходе услыхав как подъехала докторская пролетка я повернулся набок закрыл глаза и изобразил человека заснувшего непробудным сном павлинов пробовал меня разбудить сначала словами потом трясением дерганием но я продолжал спать тогда доктор попробовал прибегнуть к хитрости посмотри шуренька какую я тебе привез штуку какой барабан каких солдатиков при этих словах моя комедия сделалась мучительной мне ужасно захотелось взглянуть на столь замечательные вещи но страх перед операцией превозмогал я глаз не открывал и даже попробовал захрапеть наконец мамочка произнесла прекрасные слова оставьте его доктор он так сладко спит ему сон всего полезнее он всю ночь не спал отложим операцию до завтра и доктор сдался забрал свои пожитки и покатил дальше и только тогда когда в последний раз стук колес замер я открыл глаза и сразу закричал где барабан где солдатики разумеется ничего этого не было да я и сам понимал что доктор меня обманывал на ночь же мама поставила на шишку припарку из винной ягоды и к утру опухоль прорвалась причем вытекло невероятное количество какой-то дряни приехал павлинов а я уже сижу обложенный подушками с повязкой вокруг шеи веселый и радостный ибо всякие терзания кончились и я отлично знал что теперь меня резать не будут при этом мне было ужасно смешно что я этого бородатого большущего господина в форме с золотыми эпулетами так провел было забавно увидать его сконфуженный вид и услыхать в тоне мамы какое-то торжество ведь вышло что права была она точнее мы оба через два дня я уже был поднят и на меня надет халатик а еще через день мне позволено было пройти в гостиную но при первой попытке ступить на пол я чуть было не грохнулся к счастью мама и Лина удержали и потом некоторое время я не мог иначе передвигаться как держась за стулья и столы это было смешно но вовсе не смешно было целыми днями сидеть в полутемной дачной гостиной несмотря на пылавшую круглый день печь в комнате чувствовалась сырость а на дворе лил непрестанный дождь от которого до того размыло дорогу что редкие извозчики которых я отчетливо теперь видел из-за совершенно оголившихся кустов сада колыхались по ней точно лодки по волнам через последнюю желтую листву открывались какие-то далекие постройки и заборы о существовании которых я раньше и не подозревал окна опустевшей дачи дяди хиса стояли закрытыми а от палатки для царских детей их след простыл часы тянулись тягучие все новые игрушки успели надоесть картинки изучены до последних подробностей а от лакомств от любимого гоголь-моголя тошнило уж слишком меня им пичкали хуже всего было то что мама теперь реже сидела со мной она проводила целые дни с новорожденным внуком у меня даже отняли мою лину ее уступили Кате после того как нанятая к ребенку нянька оказалась неподходящей поэтому то я был счастлив когда настал день отъезда и с Павловском я простился без всякого сожаления вот я уже в вагоне вот замелькали ели парка а среди них белый павильон музыкального зала потянулись поля огороды промелькнули станции царского села и средней рогатки справа проплыла роща со многими надгробиями там были похоронены жертвы первой в России железнодорожной катастрофы слева при замедленном ходе появилась эффектная егерская церковь мы снова в Петербурге при выходе с вокзала в толкотне меня чуть было не потеряли но снова нашли и посадили в карету у самого нашего дома меня ожидало огорчение вместо любимого мной старого никольского сада с его вековыми деревьями я увидал нечто показавшееся мне жалким и общипанным то был только что разведенный по всем правилам городского садоводства новый сквер кустики которого едва подымались из-под земли исчезла со стороны нашего дома и старинная ограда никольского сада с ее массивными столбами и зелеными решетками вместо нее садик окружала жидкая низенькая металлическая сетка я так обиделся на эту метаморфозу что сначала отказывался посещать новый сад единственное что меня в нем манило были два фонтанчика с чугунными амурами посреди и с такими же клевавшими воду лягушками по краю водоема глава девятая снова в Петергофе на лето 1876 года мои родители снова поселились в Петергофе но на сей раз папа не получил казенной дачи я уже упомянул что он отказался от своей петергофской службы и пришлось довольствоваться наемной нанятая большая дача стояла на участке принадлежавшем госпоже бабушкиной и выходило что мы живем на бабушкиной даче что однако не означало что эта дача принадлежала нашей бабушке на эту тему все по-всякому острили и я не меньше других ведь теперь я стал совсем большой мне минуло в апреле шесть лет и хотя я еще не умел ни читать ни писать но на окружающее я смотрел более сознательными глазами и имел даже о многом свое суждение находилась бабушкина дача не очень далеко от кавалерских домов и все же в совершенно иной местности через дорогу от нас расстилался обширный луг служивший для упражнения кадетов а сами кадеты в своих холщовых светлых кителях с красными погонами населяли ряд одноэтажных белых домиков с красными крышами расположенных в два или в три ряда в глубине этого поля было очень интересно наблюдать как эти маленькие солдаты стройными рядами выходили на учения как они производили разные эволюции и как они упражнялись на трапециях и турникетах однажды какие-то знакомые кадетики затащили меня с разрешения воспитателя в свою беседку пришлось несмотря на протесты угощаться теплой почти размокшей плиткой шоколада вытащенной из брюк самого гостеприимного из мальчиков зато меня пленил расписанный красками столик стоявший посреди беседки на его темно-зеленом фоне до полного обмана были изображены коробка спичек три папиросы игральные карты и две накрест положенные спички точно кто-то здесь все это оставил автор оказался тут же это был маленький краснощекий кадетик так и расплывшийся от счастья что его произведение заслужило восторженное внимание гостя и кто знает быть может этот же кадетик ставший с тех пор доблестным генералом прочтет мои строки вспомнит и тот ясный солнечный день когда он с товарищами пригласили чужого мальчика с соседней дачи до нижнего сада от бабушкиной дачи было довольно далеко зато до верхнего сада который разбит у самого большого дворца рукой подать и входили мы в него не через дворец как это было принято а через монументальные ворота выходившие на большую шоссейную дорогу высокие каменные столбы этих ворот были украшены любимыми расстрельевскими шныркулями с ольвийными головами и были выкрашены в казенные краски ярко-оранжевую и белую шныркуль причудливая декоративная деталь от немецкого шниркел или шнеркел необязательное украшение в желтую и белую краски красилось в первой трети девятнадцатого века большинство официальных и множество частных построек как современных так и принадлежащих прошлому веку и рассчитанных на иную раскраску неподалеку от ворот справа и слева от средней аллеи стояли широко расползшиеся круглые беседки со скамьями вокруг а затем минуя злого нептуна и чудесно пахнущие сиреневые кусты можно было в тени вековых лип с громадными наростами на стволах дойти до цветника расположенного под самыми окнами большого дворца но не цветы тянули меня туда там ежедневно производилась смена дворцового караула и это представляло для меня захватывающий интерес из гауптвахты дворца выбегала и выстраивалась одна партия солдатиков а другая подходила откуда-то издалека слышались отрывистые приказы играла музыка опять приказы и те солдатики что вышли из дворца уходили а те что пришли сложив ружья располагались внутри гауптвахты один только выделенный из прибывшего отряда солдат с ружьем на плече оставался снаружи и безостановочно шагал взад и вперед по дощатой площадке недоступность этой площадки служила символом военной дисциплины и неприкосновенности я знал что на эту площадку ни в каком случае нельзя ступить это было вроде чурного места куда забежав во время игры в пятнашке можно было оказаться в недосягаемости но тут было нечто и совсем другое меня предупредили что если бы все же на это чурное место кто-либо дерзнул вступить то часовой должен такого человека зарубить или застрелить и вот какой-то бес толкал меня отважиться на проделку связанную с таким риском я заставлял няню после ухода Лины у меня снова была русская няня подойти к самому краю площадки и я уже заносил ногу как бы собираясь на нее вступить часовой настораживался делал строгое лицо я отходил принимался разглядывать солнечные часы стоявшие тут же а через минуту невзирая на мольбы няни та же дурацкая игра повторялась и это до тех пор пока солдат не буркнет что-либо или даже не пригрозит что вот он меня сейчас отдаст придворному арапу и как раз черномазый одетый в роскошное платье негр стоя в дверях дворца скалил белые зубы имея обыкновение беседовать здесь с ливрейными лакеями до сих пор я как будто не говорил о главнейшей достопримечательности Петергофа о Монплезире Монплезир группа зданий на прибрежной полосе Петергофа с небольшим голландским дворцом Петра I построенный в конце 1710-х годов Браунштейном Леблоном и Микетти отделка здания была закончена к 1721 году при участии живописца Пильмана и резчика Пино Между тем я тогда уже когда был еще совсем маленьким мальчуганом питал особую нежность к этому месту с его низкими под кирпич раскрашенными домиками спрятанными в тени самим Петром посаженных лип в среднем и главном из этих домиков покрытых высокой в малиновый цвет выкрашенной крышей и жевал когда-то сам Петр Великий это говорили мне с благоговением старшие и я прикладывая глаза к старинным доходившим до земли окнам смутно различал через толстые чуть корявые стекла то что было внутри черные и белые шашки пола и какие-то длинные коридоры с расписными потолками увешанные по темным дубовым стенам картинами особенно мне нравилась очаровательная комнатка вся уставленная по золотым консолям белыми и синими вазочками если я долго так глядел в этот зачарованный мир то чудилось что сейчас распахнутся двери и из одной комнаты в другую пройдет своей соженной походкой по каменному полу большущий царь и грозно взглянет на меня через одно из окон бокового флигеля видна была еще обширная почти пустая зала ассамблейная уставленная по стенам рядом стульев похожих на те что стояли у папы в кабинете эти стулья точно всегда ожидали прибытия многолюдного собрания но унылая эта зала с ее тканами шпалерами на которых были изображены темнокожие люди с перьями на головах крокодилы носороги и бешеные лошади не располагала к веселью но к монплезиру меня манила не одна старина у самого дворца и у самого моря находилась знаменитая мраморная площадка пол который был услан беломраморными плитами вдоль окаймляющие ее белые же балюстрады с толстенными круглыми столбами были расставлены зеленые садовые скамейки сидя на них полагалось любоваться видом на финский залив и особенно теми натуральными фейерверками которые божественные пиротехники устраивают вечерами по западному небосклону это место было особенно облюбовано всевозможными гувернантками так красиво вздыхали вступая на ее плиты англичанки восхитительно утверждали француженки великолепно лепетали немочки почему-то у меня осталось такое довольно ложное воспоминание что на площадке монплезира кроме кисейных барышень и вот этих мисс мадмуазели и фрейлейн никого не бывало обычай требовал чинно прийти восторженно воскликнуть усесться и молча взирать на эту признанную красоту вроде того как скажем посетители дрезденской галереи в немом упоении млеют перед сикстинской мадонной что касается меня то я был не особенно чувствителен к виду открывавшемуся с мраморной площадки зато мне нравилось ощущать под ногами гладкий мрамор плит и тот невысокий мраморный порог через который надлежало переступить чтобы попасть на них дети вообще чувствительны ко всяким аппетитностям будь то глазурь какой-либо вазы или шелковистый ворс кота или полированное дерево тут же рядом можно было ощущать и другую аппетитность ибо терраса вокруг миниатюрного дворца была выложена на голландский манер кирпичами ребром вверх кирпичи образовывали геометрические узоры приятно было попасть с песка дорожек на чуть взъерошенную поверхность кирпичной кладки а с нее переступив порог на гладкий мрамор ощущение жетого благородного камня под ногами производило во мне сразу перестановку на торжественный лад я исполнялся какого-то театрального величия мне казалось что я принц что я повелитель вселенной этому способствовала торжественная сень петровских лип протягивающих свои могучие ветви над площадкой и плеск морского прибоя огруды камней которые ее подпирали а в каком чарующем притворении доносилась сюда музыка придворного оркестра игравшая под открытым небом тут же за монплезиром у царской купальни для слушания этой музыки съезжалась и сходилась публика со всего Петергофа но я не был в те времена большим охотником до этих концертов особенно если в прохладные и очень сырые вечера надлежало при этом смирно сидеть под пледом в ландо и не мешать старшим слушать я не очень верил что и старшие действительно наслаждаются бывало только начнешь вслушиваться во что-то знакомое оперное или задорное а тут как раз кузина Соня или бабушка и даст распоряжение кучеру чтобы он выехал из ряда экипажей и проехался по аллеям вернувшись же после тура к музыке мы оказывались в ряду экипажей последними и оттуда было уже плохо слышно бывало и так что коляске позади нашей надоест стоять и топт ее лошадей врежется в самый насладительный момент иногда мне удавалось освободиться от опеки наслаждающихся старших меня отпускали с кем-нибудь из кузин на землю и с этой минуты какая радость можно было пользоваться всем простором этого концертного зала под открытым небом для своих ребяческих развлечений велено только было не слишком удаляться и вернуться по первому зову и сама музыка с этого момента освобождения от обязательного сидения в коляске превращалась в чудесный аккомпанемент нашим играм всегда я тут встречал знакомых детей и с ними затевались горелки прятки пятнашки и чудная игра в палочку веревочку а при преобладании мальчиков и более бурная в казаков разбойников сколько тут было мест для пряток прикурнешь с какой-нибудь расфуфыренной и надушенной лидочкой за стеклянным птичником и чувствуешь особое наслаждение если какой-нибудь Павлуша или Саша никак не может тебя найти а то начнешь в высокой и густой траве несмотря на запрет ловить лягушек очень ценивших эту местность всю изрезанную стремительно мчавшимися к морю ручейками теперь я бы пожалуй и побрезговал взять лягушку в руки тогда же мне доставляло особое удовольствие держать скользкую дрыгающую неистово пульсирующую тварь и пугать ею кузин или какую-нибудь другую случайную участницу в играх мне скажут что для таких глупых забав можно было найти более подходящие места нежели петерговскую музыку однако именно на этой музыке они получали особую приятность ведь вся атмосфера музыки была какой-то приподнятой праздничной журчащая под мостиками вода и шелест листвы удивительно сливались со звуками оркестра особенно действовало и благочестивое молчание рассевшееся по скамьям публики пришедшей наслаждаться тем что для нее приготовил ее любимец дирижер придворного оркестра Гуго Варлих действовала также вся декорация эти своеобразные здания вокруг голландский поселок Монплезира рядом с которым стояли более внушительные дворцовые постройки Елизаветинской эпохи выкрашенные в желтый и белый цвет в нем угощали раз в лето приезжавших в Петергоф институток смолянок очень я любил и помянутую пузатую беседку когда-то при Петре служившую птичником ее застекленные двери не распахивались а подымались а непомерно тяжелый зеленый купол которому она была увенчана придавал ей сходство с дамой в широком раброне тут же по другую сторону стояла царская купальня с аркадами и нишами и с вазами в них живопись изображавшая пейзажи как бы видимые через эти аркады сильно от времени поблекло но это только прибавляло поэтичности этой затеи времен Екатерины второй это была живопись известного пейзажиста и театрального декоратора восемнадцатого века Танкова 1739 1799 в те времена резвившийся шестилетний Шуренька Бенуа редко вслушивался в то что играли то духовой полковой оркестр то тот самый струнный который услаждал слух высочайших особ на придворных балах но Шуреньку насыщенная музыка и атмосфера окружала и он все же по музыкальному блаженствовал в ней так как никогда пожалуй во всю свою жизнь затем не блаженствовал были еще два павильона в Нижнем Саду к которым меня оттянуло и куда я заставлял во время воскресных прогулок с папой заглядывать то были Марли и Эрмитаж обе постройки воздвигнуты в 1720 25 годах по проекту Браунштейна в Марли самое интересное было не самое этот белый домик с его опрятными комнатками а золотые рыбки в пруду у которого он стоял забавно было глядеть как сотни этих рыбок устремляются на крошки хлеба бросаемые старым-старым дворцовым лакеем чтобы привлечь к берегу рыбок он звонил в колокольчик и тотчас же массы сверкающих золотом обжор являлись и расхватывали хлеб в Эрмитаже мне нравилось что этот кубический домик простой но прелестной архитектуры был как крепость окружен рвом выложенным кирпичами и плитами чтобы попасть в Эрмитаж требовалось пройти через этот ров по перекидному мостику меня интересовали и картины которыми были сплошь убраны стены верхнего зала с полтавской баталией среди них но верх удовольствия я испытывал когда сторож демонстрировал механизм посредством которого во время обедов блюда за круглым столом Эрмитажа могли опускаться и подыматься без помощи видимой прислуги кухня помещалась в нижнем этаже и там дежурные слуги не допускавшиеся в верхний зал принимали спускавшиеся грязные тарелки и ставили на подъемные подносы чистые с новой переменой первое но очень ясное и я бы сказал фамильярное представление о Петре Великом я именно получил при посещении этого игрушечного на самом берегу стоявшего дворца с его шуточным столом и разумеется ничего предосудительного и смешного я не усматривал в том что вот царь у себя устроил такую потеху напротив этот ребяческий кунцштюк приближал его грандиозный образ до моего понимания вызывая к себе одновременно и то особое почтение которое я питал ко всяким кудесникам и фокусникам Петр Великий угощающий своих царедворцев в этом квадратном стеклянном зале из которого виднелся широкий простор моря за этим круглым волшебным столом блюда и тарелки которого сами отправлялись за едой представлялся мне не иначе как неким магом я еще ровно ничего не знал о том о чем читали и спорили большие а уже был полон благоговейного восторга перед этим веселым великаном про которого мне рассказывали что он был выше и сильнее всех а широкое плоское лицо которого с его вздернутыми и подбритыми усами мне бесконечно нравилось к тому же 1876 году относится и мое первое отчетливое воспоминание о пикниках они предпринимались всей нашей семьей иногда с участием и других знакомых семей самый характерный для Петергофа и самой обыкновенной целью таких пикниковых экспедиций были бабигоны откуда взялось это название кажется невыяснено возможно что тут произошло такое же искажение какого-либо финского слова как то что привело к образованию пышно великолепного названия царское село из скромного финского зарец во всяком случае слово бабигоны могло способствовать образованию известной игры слов а уже от этой игры слов образовался и обычай производить на бабигонских высотах бабьи гонки впрочем приезжавшие сюда в колясках и ландо гоняли не столько взрослых баб сколько девчонок и мальчишек ехали туда целым караваном и непременно с прислугой с самоваром и с огромными корзинами в одной из этих корзин были сложены угощения и вина в другой призы для гоняющихся пестрые шелковые ленты платочки бусы купоны ситца а также гостинцы на особый деревенский вкус пряники леденцы монпансье стручки орехи благодаря этим гостинцам лето для бабегонской детворы проходило в непрерывном лакомстве и пожалуй здесь легче было найти ребенка окончательно присыщенного сладостями нежели в городе конечной целью бабегонского пикника была самая деревня расположенная по гребню довольно высокого холма в нескольких верстах на юг от Петергов но и путь до бабегон представлял особенно для меня и моих сверстников большой интерес так как он был украшен всевозможными достопримечательностями сначала надо было ехать длинной Самсониевской аллеей посреди которой в канале лежали фонтанные трубы это был тот самый канал куда свалился шарабан дяди Митрофана причем чуть не погиб кузен Женя Кавоз на половине своего протяжения аллея прерывалась железнодорожным полотном и тут если шлагбаум был опущен надлежало ждать прохода поезда упиралась же Самсониевская аллея в павильон озерки похожий на тот который украшал царицын остров оба мне представлялись верхом роскоши а позже эти здания типичные для немецкой архитектуры середины девятнадцатого века их строил любимый архитектор Николая первого Штокеншнейдер казались мне точным воспроизведением древнеримских вилв традиция требовала остановиться у озерков все кроме бабушки и других пожилых дам вылезали из экипажей и шли смотреть мраморную спящую даму стояла эта прекрасная скульптура под увитой плещом перголой жерди которой поддерживались столбами из серого гранита с головами бога морфея для того же чтобы увидать самую спящую красавицу надо было дать на чай дворцовому лакею и тогда он подымал подвешенный на блоке целомудренно скрывавший наготу дамы кубический холщовый колпак пергола пристройка навес длинный трильяж сооружение из ряда арок или парных столбов связанных между собой поверху деревянной решеткой и обсаженных вьющимися растениями с этой же перголы открывался прелестный вид на небольшой пруд на его водах у самого дворцового сада лет двадцать до моего рождения государь Николай Палч угостил своих гостей незабвенным спектаклем балета на яда и рыбак в котором блистало черито и декорацией которого служил весь окружающий освещенный луной и фонариками пейзаж имеется в виду итальянская танцовщица Франческо Фанни Чарито 1817 1909 приехавшая в Петербург в 1855 году продолжая путь в Бабигоны после озерков покидаешь парковую тень и выезжаешь на деревенский простор правда и здесь деревья были рассажены группами и казались прибранными и причесанными тут вскоре на одном из поворотов за речкой или рукавом пруда открывалась руина искусственные развалины составленные из мраморов старого собора святого Исаакия начатого строиться при Екатерине второй и затем оставленного вероятно потому что эта Петерговская руина была первой которую я видел в жизни ничто не исключая пожалуй и римского форума меня так не волновало своей заброшенностью и не производило впечатления такой печальной оставленности как именно эти розовые колонны торчащие из зачахлых северных кустарников среди недоступного окруженного водой островка после руины начинался подъем к первому из холмов оцепляющих с юга Петерговскую долину и здесь на полусклоне стоял прямо в поле большущий двуглавый черный бронзовый орел протягивающий свои свирепые клювы в разные стороны и впивающиеся когтями в гранитную глыбу эта черная царственная птица представлялась мне тем огромнее и чудовищнее что неподалеку от нее стоял домик сторожа с садиком и они казались в сравнении с орлом крошечными в последующие времена в разгар моего романа с Ати Кинт мы очень любили заходить к орлу пить молоко или хлебать простоквашу закусывая краюхой черного хлеба это всегда можно было найти за несколько копеек у милого сторожа инвалида но уже прежнего трепета я не испытывал орел мне казался сократившимся съежившимся обезвреженным так что я не пожалел особенно когда в середине девяностых годов его сняли с Бабегонских высот и перевезли в Петербург чтобы поставить вознаменование ряда побед перед полковой церковью стрелков на Кирочной улице первый из трех Бабегонских холмов украшен дворцом Бельведер высоко подымающимся своей колоннадой из синеватого мрамора над всей местностью здание построенное Штекеншнейдером в 1852 56 годах с нижним массивным этажом из серого гранита и верхним облегченным в виде греческого храма с мраморными колоннами и тут пикниковая традиция требовала остановки и снова все кроме старушек разбредались по террасам сада в котором стояли совсем такие же бронзовые кони как те что украшают Аничков мост А сверху с балкона Бельведера открывался на все стороны прославленный и действительно изумительный вид вовсе не какой-либо унылый финский пейзаж а самый подлинный российский с нежными тенями облаков скользящими по мягко волнистым полям с разноцветными золотистыми нивами зелеными лугами и темными лесами в сторону Петергофа из-за деревьев торчала готическая башня папиного вокзала и сверкали купола большого дворца а вдали за горизонтом яркой звездой в лиловатой дымке сиял купол Исаакия российский характер всего этого ладного мягкого чуть дремотного простора подчеркивался церковью в русском стиле возвышавшейся на соседнем холме а подальше силуэтом двухэтажной избы никольского домика домик в русском стиле 1834 выстроенный Штекеншнейдером по желанию Николая Первого для императрицы при первом посещении домика царицей Николай Павлович в качестве сюрприза встретил ее у крыльца с хлебом солью одетый в форму гвардейского инвалида сторожа и вывел всех своих детей одетых в русские костюмы подъехав к этому домику построенному в исполнении фантазии Николая Павловича немецким архитектором в стиле русской избы мы должны были расположиться станом выгрузить из колясок корзины поручить самовар старичку с деревянной ногой из бакенбардами который охранял этот маленький дворец и выискать по скату холма место поуютнее Александр Николаевич Бенуа без оснований называет строителя Никольского домика немецким архитектором Андрей Иванович Штокеншнейдер родился сформировался и всю жизнь проработал в России Пока кучера распорягали лошадей эта операция придавала экскурсии особенно характер цыганского кочевья дети устремлялись к еще не сжатым полям собирать васильки и маки а молодые люди шли в деревню кликать клич чтобы набрать побольше девушек и девчонок для беговых ресталищ если пикник приходился в порусе накоса или жатвы то деревня оказывалась точно вымершей по пустым дворам и избам можно было разгуливать как по сельскохозяйственной выставке и лишь изредка можно было встретить там древних приветливых стариков но деревенские дети заметившие прибытие коляск сами уже начинали собираться вблизи от нашего стана и с конфузливым хихиканьем прячась друг за друга робко к нам подходить постепенно эта масса как хор в опере образовывала вокруг нас плотную стену в сущности барская забава была не слишком отменного вкуса мне сейчас кажется странным что в таком осознавшем человеческое достоинство обществе каким представлялась русская интеллигенция 70-х и 80-х годов могли еще доживать подобные крепостнические замашки но в те дни мое личное сознание во всяком случае не было на высоте гражданских требований и моя радость от гоняния баб не омрачалась какими-либо хмурыми движениями общественной совести да и не было намека какого-либо благородного возмущения в тех кого мы приглашали а не заставляли нам на потеху побегать и какой же получался азарт какую можно было наблюдать мимику зависти обиды или победоносного торжества как блестели глаза в какие широчайшие улыбки осклоблялись рты сколько было крику сколько ссор и сколько самого бурного веселья и как это все было красиво какая подлинная сцена из русского балета получалась когда после бегов девушки образовывали хороводы и надев новые заработанные яркие платочки ленты и бусы кружились по лугу распевая плясовые песни все это на фоне Никольского домика и Николаевской церкви носило несколько неправдоподобный театральный оттенок но лазурь неба была подлинная наша северная прозрачная лазурь вокруг стояли все же подлинные обслуживающие действительные крестьянские нужды строения а совсем рядом золотилась пшеница посеянная настоящими мужиками и бабами а вовсе не оперными пейзанами эти самые мужички и бабы к концу праздника с граблями и косами возвращались распевая песни с полей и окружали нашу группу веселой толпой и как представишь себе все эти картины покажется что вся эта поездка в бабигоны и поэтичнейшее возвращение оттуда да и все эти гонки что все это происходило не далее как вчера а вовсе не более полустолетия тому назад существуют ли еще нынче бабигоны а кто я сам куда девались мои светлые кудри моя гибкость мое проворство осталось от прежнего одно только неутолимое любопытство и вот эта страсть запечатлевать вещи достойные с моей точки зрения запечатления к ним в чрезвычайной степени и принадлежат все мои петерговские воспоминания пикники в бабигоны или в гористые деревушки венки за аранинбаумом повторялись ежегодно и я участвовал в них несчетное число раз как маленьким мальчиком так и отроком и влюбленным юношей и наконец и самостоятельным отцом семейства которого сопровождали жена и дети но пикник в дальнюю лопухинку устроенный братом альбером в 1876 году был единственным в своем роде особенную романтику ему придало то что позавтракав в старинном трактире деревни гостилицы где я с удивлением увидал колокольню совсем похожую на нашу никольскую мы прибыли на место назначения поздно вечером вследствие чего пришлось ночевать в крестьянских избах а утром чуть свет я с папой совершили далекую прогулку и дошли до какого-то старинного здания напомнившего мне те в которых жили рыцари что это был за замок я до сих пор не знаю многим же молодым людям пришлось переночевать на сеновале и когда они покинули его заспанный в помятых одеждах с сеном в волосах и в бородах то все имели очень смешной и сконфуженный вид Альбер любил такие авантюры они отлично служили ему для его амурных предприятий однако на сей раз он едва ли был ими занят ведь он уже был безумно влюблен в свою будущую жену Машу Кинт и о помолвке его с ней было как раз около этого времени объявлено К экскурсиям аналогичного характера принадлежит и наша поездка на маневры происходившие в то лето под Петергофом наша карета почему-то на этот раз мы ехали в закрытом экипаже или то было поднятое ландо так как накрапывал дождь заблудилась и попала не туда куда следует совсем вроде того как это рассказано в Диккенсовском пиквике я был единственный кроме кучера мужчина среди дам но разумеется я не мог чем-либо помочь когда пришлось объясняться с офицером подскакавшим к нам и разразившимся бранью на кучера тетушки с которыми я сидел были так напуганы когда мимо нас пронеслись казаки с пиками наперевес и драгуны с шашками наголо что стали жалобно молить чтобы господин офицер их отпустил чтобы им дали вернуться обратно но возврата туда откуда мы приехали уже не было и пришлось ехать дальше а взобравшись на троицкие высоты мы попали в тыл одной артиллерийской батареи тут и я натерпелся ужаса в непосредственном соседстве с нами полили пушки настоящие пушки и каждый раз когда готовился выстрел я и мои дамы покинувшие карету и устроившиеся на склоне холма у передних исп деревни замирали и закрывали уши но очень интересно было видеть во всех подробностях как солдаты ставили пушку и как ее заряжали а затем пушки и пороховые ящики в один миг с грохотом но в удивительном порядке снялись и понеслись вниз где достигнув заворота под горой исчезли на наших глазах произошло еще несколько значительных событий в то же лето 1876 года два касались нашей семьи третье имело общественное значение первое событие едва не получило трагической развязки брат Николай плавая в бурный день на яхте принадлежавший кузену Жене Ковосу вместе с последним и их общим другом Ваней Лихачевым чуть было не погиб в морской пучине дежурные матросы на рейде царской пристани где стояла яхта напрасно пытались им отсоветовать пускаться в море в такую погоду все же спортивный задор взял верх сначала было очень весело яхта забирая воду неслась с небывалой быстротой но в ту минуту когда малоопытные моряки захотели повернуть обратно они не справились с парусами суденышко их перевернулось и они сами оказались под водой Ваня Лихачев не сразу выбрался на поверхность он запутался в парусе еще к счастью все трое были хорошими пловцами им удалось зацепиться за борт опрокинувшейся яхты и с неимоверными усилиями взобраться на нее и сесть верхом на киль громадные мутные волны обдавали их а вокруг ничего кроме разъяренной стихии не было видно с отчаяния Женя Ковоз собирался даже отправиться к далекому берегу вплавь но тут подоспела помощь их заметили с большой царской яхты всегда летом стоявшей перед Петергофом и послали к ним паровой катер на силу их уже совершенно окоченевших сняли и матросы передавая с рук на руки положили на дно катера на царевне же их принял капитан Дубасов тот самый который через год после того заслужил геройскую славу во время русско-турецкой войны всего этого я не видел я даже не подозревал в те минуты что рискую лишиться еще одного брата но дождь погнал меня с нянькой раньше времени с прогулки домой и вот тут во дворе перед нашей дачей я застал большое смятение и что меня особенно поразило здесь же стояли дрожки дяди цезара запряженные черным рысаком который казалось разделял общую тревогу задирал голову бил землю ногами и всячески показывал что надо спешить дрожки были окружены нашей и соседней прислугой и все громко говорили кричали а некоторые женщины принимались даже голосить боком хлеставший дождь и неистовый ветер прибавляли свои трагические черты к общей картине в эту минуту я увидал мамочку выходившую из нашего сада и направлявшуюся к дрожкам она была в тальме готовая к поездке а лицо у нее было перепуганное и глубоко печальное завидев меня мамочка быстро подошла ко мне подняла и крепко несколько раз поцеловала все поступки для нее необыкновенные ибо она сколько могла свои чувства скрывала дайте ему сначала поесть а потом пусть тоже приедет на пристань успела она распорядиться тут я и получил объяснение того что происходило оказалось что на дачу дяди Сезара только что прибежал наручный с царской пристани и сообщил что яхта Нина тонет что на ней имеются сын Кавоса и один из братьев Бенуа самого дяди не было дома но там сразу велели заложить экипаж который и заехал за мамой доставив маму до гавани Кучер вернулся за мной и вот я уже мчусь по парку к дамбе царской пристани мне ужасно хотелось видеть как вообще люди тонут но этого я уже не застал а увидел совсем неожиданную картину человек тридцать матросов собравшись в кучу подбрасывали в воздух что-то что я принял за куклу одетую в матросскую рубаху в стороне же стояла мамочка утиравшая катившиеся из глаз слезы но то были уже не слезы горя а радости оказалось что когда завидели катер который вез на берег утопленников с царевны то матросы собрались для того чтобы их по всем правилам привести в чувство но когда это оказалось лишним на царевне пострадавших успели переодеть и очень щедро угостить матросы на радостях решили спасенных качать Женя Ваня и Коля и были теми куклами которые высоко взлетали на воздух и снова падали на протянутые руки а затем их посадили всех троих на дрожки дяди Сезара которые и развезли их по домам мы же с мамой вернулись на извозчики Дома вообще ни слова охотливый Коля отдохнув закусив и еще выпив полбутылки Мадеры рассказал нам подробности катастрофы впрочем свой рассказ он принужден был повторить не раз и каждый раз он его начинал сначала так как наша дача заполнялась людьми желавшими поглядеть на чудесно спасенного последний же рассказ достался папе когда он вернулся из города но к этому времени я уже сам все знал наизусть и перебивал Колю поправляя его или вставляя забытые им детали мне кажется я переживал всю драму с большим волнением нежели сам потерпевший особенно меня поразило то что перед тем как отправиться в плавь наши мальчики сидя на опрокинутой яхте повытаскивали из карманов золотые часы серебряные портсигары и всякие другие предметы и все это побросали в воду как бы в жертву Нептуну вторым событием происшедшим в нашей семейной обстановке явилось то что к нам пристала собака кобель сеттер рыжей золотистой масти постепенно завоевавшей себе и не только у нас но и во всем нашем клане особенно почетное положение после случая с Ишей мамочка боялась собак и особенно берегла меня от всякого общения с ними и к этому новому приживальщику неизвестно откуда взявшемуся она вначале относилась недружелюбно и даже всячески пыталась от него отделаться но ничего не помогало сколько раз дворник заводил султана в самые глухие уголки парка и султан все же находил дорогу домой и с веселым видом в котором чувствовалось что-то вроде иронии махая хвостом вбегал к нам в сад я же из всех сил интриговал чтобы султана оставили мне нравилась вся его нелишенная известного достоинства повадка мне нравился и его вид его гладкая шелковистая золотистая шерсть его красивый хвост его терпение ласковость и прям таки благовоспитанность я скорее опасался как бы не нашелся настоящий его хозяин и не отобрал бы его от нас несколько к лучшему изменилось отношение к султану мамочки а заодно и папы когда как-то поздно вечером в ненастную погоду он выкинул довольно фантастический фортель лил дождь и ветер срывал сучья охапками тем не менее жестокие люди не пожелали оставить на ночь султана в доме и вывели его в сад считая что он уже сумеет как-нибудь там укрыться обыкновенно он и укрывался где-то но тут не то его испугали молнии гром не то холод показался ему невыносимым но он насильно проник в дачу и не через дверь а влетев через окно спальни которые не успели закрыть ставнями эффект получился удивительный султан со всего размаха влетающий в комнату при звоне разбившегося в мелкие куски стекла врезался мне в память с полной отчетливостью при этом бедный пес раскровенил себе нос и лапы тут сказалось сердечная доброта доброта моих родителей они не только не стали его за такой придерзкий поступок бронить но мама поспешила обмыть его раны а одну лапу даже перевязала папа же устроил султану на ковре утопившейся печки уютные ложи султан с виноватым видом лизал им руки и всячески показывал что он до глубины сердца тронут и все же когда наступил день переезда с дачи в город мама поручив султана дворнику дачи который был рад получить отличного сторожа решила что мы расстанемся с ним в самый момент отъезда его несмотря на мои протесты куда-то заперли а весь наш табор отправив вперед вазы с мебелью по шоссейной дороге покатил в карете и на нескольких извозчиках на купеческую гавань чтобы погрузиться на пароход всю дорогу я не переставал плакать и обвинять маму в жестокости к султану вот мы уже и на палубе раздается последний звонок колеса начинают хлопать по воде снимаются сходни сбрасываются канаты и в эту-то минуту Коля и Миша восклицают боже мой да ведь это султан там бежит и действительно из-за перил дамбы замелькала его рыжая фигура его хвост он не бежал а летел и в ту самую секунду когда пароход стал уже отделяться от пристани султан сразу смекнув как поступить вскочил сначала на высокий дощатый настил а с него прыгнул на верхнюю палубу где его с овациями встретили не мы одни но буквально все пассажиры и даже капитан тут не выдержала мамочка вероятно она и до того момент крепилась мучаясь тем что считала своим жестоким долгом теперь же она убедилась что султан не простая собака а существо особенное одаренное редчайшим чутьем и такими чувствами которых и у людей не найти такой подарок судьбы было бы грешно отвергать с этого момента султан превратился в члена семьи но к сожалению через год когда мы жили на Кушалевке его постигло жестокое злоключение разгуливая с компанией гостей по канатной фабрике моего зятя султан зазевался и его хвост которым он бодро размахивал попал в какие-то шестерни в одно мгновение наш красавец пес лишился половины своего лучшего украшения таким калекой ему и пришлось доживать свой век но это скорее вызывало к нему всеобщее сочувствие и отнюдь не отзывалось на его положение домашнего фаворита постепенно оставаясь нашим верным другом он завел себе полезные связи и по всему околотку он очень полюбил старшего дворника Василия а затем распространил свое расположение и на городового жившего у нас во флигеле и имевшего свой пост у ворот Никольского сада там и можно было всегда найти султана среди блюстителей порядка знали его и баловали все кухарки и горничные все кучера и конюхи да и просто все ближайшие обыватели окончательную популярность он себе заслужил тем что как-то обнаружил бродягу польстившегося на содержание повешенной у входа в собор кружки и помог его изловить и все же кончина этого чудесного пса случившееся около 1886 или 87 года не была вполне достойна того высокого положения которого он достиг он скончался не у нас в квартире где его любимым мест пребыванием была передняя зимой на коврике перед топящейся печью а почувствовав что срок жизни его истекает он отправился умирать в дровяной сарай и положительно мне думается при этом им руководил свойственный ему такт его природная благовоспитанность последнее время он уже с каким-то виноватым видом помахивал своим искореченным хвостом и с трудом привставал на своих одеревенелых ногах когда мы к нему обращались с ласковым приветствием он как бы извинялся что не может нести свою службу не может подобающим образом выражать свою безграничную нам преданность видом же своего трупа он не пожелал утруждать зрение хозяев и друзей и поэтому предпочел умереть слово околеть в данном случае никак не пристойно вдали от наших глаз появление у нас султана события интимного порядка рассказ же о петерговском лете 1876 года я закончу событием общественного характера я говорю о той необычайно грандиозной иллюминации которая была устроена в том году в Петергофе торжественные иллюминации устраивались здесь ежегодно но обыкновенно они устраивались по однообразному раз выработанному шаблону и все потребные для нее деревянные части с приделанными к ним шкаликами хранились в специальном месте в парке близ царской пристани причем некоторые особенно громоздкие и высокие торчали из-за высокого дощатого забора ребенком я поглядывал на них с тем же волнением с каким разглядывал те театральные кулисы которые иногда появлялись на площади около Мариинского и Большого театров перед тем чтобы их увести в особый склад однако в 1876 году иллюминация повод который мне неизвестен не было ли то чествование какого-либо принца или иностранного монарха была необыкновенно грандиозная и вот почему она мне запомнилась с особой отчетливостью бабушкина дача находилась как раз не в далеком расстоянии от главной и центральной части этого праздника стоило пройти мимо большой готической дачи тротуар который состоял из свинцовых плит с гербами стоило дойти до площади перед главными воротами верхнего сада и обогнуть другую тоже готическую дачу наших друзей Черемисиновых как мы уже были там у самых приготовлений праздника на берегу того пруда на островках которого царицыном и ольгином стоят затейливые царские павильоны уже за неделю до праздника берега пруда были завалены бревнами сваями и досками и всюду мужики в красных и голубых рубахах строгали пилили рубили туда же на телегах пребывали готовые хитро выпиленные щиты с набитыми на них расписанными холстами по мере установки этих огромных кулис превышавших местами высоту деревьев по берегам пруда выяснялось что эти щиты представляют знаменитейшие дворцы и храмы европы я был особенно обрадован когда среди них узнал хорошо мне знакомый дворец дожий с двумя стоящими около него колоннами из уст старших я слышал довольно строгую критику этой гигантской обступавшей весь пруд декорации говорилось что эти памятники до смешного уменьшены и уродливо упрощены но меня зрелище выросшего на петерговской почве венецианского дворца только радовало и восхищало во время хода работ можно было в течение нескольких дней изучить и закулисную сторону этой театральной затеи лицевой стороной дворцы и храмы были повернуты к пруду и к его островам на одном из которых должно было состояться вечернее угощение членов царской семьи и двора на аллее же огибавшие пруд выходили оборотные стороны или спины этих кулис и те массивные сложные конструкции которые их подпирали подойдешь к такому счету сзади с аллеи и ничего кроме стропил досок и бревен не видишь а пройдешь мимо него к самому берегу и в промежутке между двумя кулисами открывается противоположная картина приобретавшая с каждым днем все более законченный вид это ли не была потеха и сюрприз тут и мой палаццо дукале стал совсем как настоящий колонны его галерей казались круглыми балкон выпятился вперед скульптурные украшения лепились до полной иллюзии однако самой иллюминацией простым смертным неприглашенным на гала на царицыном острове пришлось любоваться таким же закулисным образом то есть пробираясь между подпорками по довольно топкому берегу тут получилась еще та неприятность что от ближайших фонарей шкаликов мириадами уснащавших все архитектурные линии декорации шел нестерпимый жар и одновременно горевшее в них сало распространяло довольно тяжелый запах зато если выйти к самой воде зрелище получалось сказочное при свете фонарей и шкаликов дворцы и храмы вовсе уже не казались маленькими и ничтожными выделяясь всей своей яркостью на фоне темной листвы и отражаяся в воде они превращались в громадные прочные и роскошные сооружения придя в чрезвычайные возбуждения я требовал чтобы мои родные обошли со мной весь круг пруда а это было не так легко приходилось протискиваться сквозь густые толпы а местами мы рисковали оступиться и попасть в воду к сожалению и на сей раз безжалостная петерговская погода не пощадила людской потехи еще не был сожжен стоявший в программе фейерверк как поднялся сильный ветер от которого целыми партиями тухли фонарики и одновременно стал накрапывать дождь праздник несомненно был испорчен но и то что происходило при этом с иллюминацией представлялось мне ужасно интересным вдруг исчезнет половина какого-нибудь дворца и не успеют снова зажечь шкалики как ветер задуют соседние огни казалось что волшебные здания на глазах разрушаются и гибнут а ведь на детский вкус ничего не бывает более любопытного как вообще всякие разрушения ведь мечтал же я в те годы чтобы у нас в доме сделался пожар то-то было бы занятно если бы все и папа и мама и братья и прислуга стали бы хватать что попало и пробиваться с поклажей среди дыма и пламени а уж рояль непременно выбросили бы в окно прямо на мостовую пожалуй и он и он насмерть перепугал нашу немку запросто обратившись к ней с вопросом где тут живет фрейлина нелидова которую корректный государь приехал навестить об этом случае у нас в доме не переставали вспоминать в течение нескольких лет однако тогда я был еще совсем младенцем к тому же мне не очень нравился этот генерал часто проезжавший мимо нашего дома с надвинутой на нас фуражкой и с густыми бакенбардами на щеках меня эти проезды касались только потому что с меня при этих проездах спешно снимали шляпку и старшие шепотом приказывали поклонись на гнеголовку и вот в первый раз до моего сознания дошло что передо мной сам царь когда во время прогулки перед нами шагом проехала появившаяся из-за деревьев кавалькада то ли что государь ласковым кивком и легким поднятием руки показал что он узнал папу то ли что его на сей раз окружало и за ним следовало целые свита на прекрасных конях то ли что вся эта масса блистала золотом и серебром а на головах у свитских колыхались султаны но момент этот врезался мне в память и я точно сейчас вижу и ту солнечную поляну и рощу в глубине и этого очень статного очень прямо и спокойно сидевшего в седле несколько строго поглядывавшего вокруг военного который показался мне таким величественным точно памятник вторично я осознал царя именно в Петергофе на иллюминации на сей раз государь не ехал верхом а сидел в причудливой плетеной колясочке которую влекла шестерка белых лошадок управляемых одетыми в золото жакеями это то что называлось выездом аля домон имеется ввиду упряжка введенная в тридцатые годы девятнадцатого века во Франции герцогом домоном дама в белом платье и в белой шляпе с пером рядом с Александром вторым была вероятно императрица а на странной подвеске позади восседали в застывшей позе скрестя руки два лакея и царь и царица то и дело кланялись направо и налево причем публика до того близко придвинулась к пути царского следования что почти касалось колес за царским экипажем следовали бесчисленные другие и среди них курьезные длинные низкие дороги линей на которых спинами друг к другу сидела человек по двенадцати и так долго тянулся этот поезд столько тут было дам генералов расшитых золотом камергеров и министров в треуголках с белым плюмажем что мне это даже надоело царская коляска давно проехала и проехала сравнительно быстро а вот хвост тянулся и причем приходилось ему моментами и замедлять движение а то и совсем останавливаться царя я успел разглядеть вполне явственно так как я сидел на чьих-то плечах и на этот раз он очень мне понравился он показался мне добрым милым ласковым небо казалось черным по контрасту с фантастическим светом от сотен тысяч огней которыми был залит весь парк и этот свет от шкаликов был не нынешний резкий неподвижный мертвый свет электричества а весь он трепетал и жил дымчатый же чад шедший от горевшего сала образовывал рот сияния вокруг пылающих уборов стеклянные шкалики были разных цветов и пестрое их сверкание сообщало особую сказочность садовым перспективам я бы сказал что даже смрадный шедший от тогдашних иллюминаций дух был каким-то необходимым элементом праздничности таким же необходимым и желательным как сладковатый запах бенгальских огней как гул толпы ровный топот лошадей и как нота специальная для Петергофа непрерывавшиеся журчания фонтанов и водопадов петергофа и петергофа Продолжение следует...